так ребят все стоп-старт сделал смотреть будем happy голосовалок пилить не нужно никаких там револьвер собирается может револьвер постримит блаят скорее всего так что кому интересно смотрите да он будет блаят стримить вот как раз и разделимся грамотно сейчас чтобы охватить как раз всех наших игроков только четыре игрока не имеют квота на данном турнире кто участвует то бишь по сути дела нужно а код и 2 по сути дела нужно просто продвинуться в сетке дальше чем другие все как бы как остальные сыграли ту же хз это я про благою хэппи чек вот и есть только за деньги фактически играет сейчас вот как то так снимаем что-то уж маленькая это подустали уже так ребят честно жене позвоню как она доехала дальше знаю вот а а и и и и и и и и и Все, я здесь, ребят. Короче, смотрите, вот такая у нас... Так, где зарядка-то? Вот такая сетка. Вот эти матчи все одновременно начнутся. Блайчик бьется со Снутом. Мы же смотрим Хэппи еще против Сортофа сейчас, естественно. И Блай, кстати, с Хэппи в одной сетке, получается, находится. Все с лузерами у нас, то есть сразу никто не вылетит. Уже как минимум Хэппи 400 бакинских получил за этот турнир. Так, слышу инвайт. Спасибо Хэппи еще за инвайт. Отлично, отлично. Все замечательно. Ну и будем надеяться на победу у Хэппи. Так. Так, прикольно, что меня смотрят в Тартуге, Барик Диланы, проходят постоянные вот фотки, смотрите. Илюха смотрит. Ну что же, это прикольно, меня это очень сильно радует, а мы продолжаем смотреть. Хэппич начался против сортов, вот так вот, Хэппи никогда не ждет, Хэппи всегда рвется в бой, поехали, ребятки. Кстати, Бо-что Бо-5, это вообще замечательно, это еще и Бо-5 у нас, я и не знал, погнали. Крутейшинскиз просто какой-то, да это ж праздник какой-то, как говорится. Суббота, Император бьется с врагами. Не знаю, какой вариант квалификации удачный. Кстати, помните, что на кипбете ставочки есть, все вот этих матчей, я, кстати, хочу что сделать-то? Блин, уже все началось, хотел на Хэппищах пилить, ну да ладно, по времени уже все стартует. Хэппи-фаворит, почему пью Хэппи-фаворит, сортов его в прошлый раз развалил, странно очень. Вот, ну посмотрим, как на самом деле все здесь ложится. Погнали, давайте игру уже смотреть, окончательно и бесповоротно. Первая игра, какой-то однобазовый старт от Хэппи. Запилил газ, чтобы ему не запилил его сортов, насколько я понимаю сейчас, и будет Сэшку заказывать. Задержка две минуты. Разведчик, здорова. Димас, Димас, что ж ты там ругаешься? Алиса видит все. Риппер у Хэппища. Второй газ достраивает для пушечка на рампе, перелетает. Реактор сейчас будет заказан. Что, будет реактор-то заказан или нет? Или сначала факта, а потом реактор будет заказан. Да, вот такой вот расклад, в общем-то, реактор моментально. Тоже Хэппи практически закажет. Риппер летит вперед. Продакшн, что-то я не запилил. Вот ставлю продакшн, четыре линга у сортов. Хорошая начало, минус один линг сразу же. Неклохо Хэппич тут настрелял, и второго можно минуснуть. Взорвало беднягу второго линга. Третий линг уже минус. Бодренько, как Кэппич, смотрю, стартану. Все с гранаткой еще к рабочим пойдет. Вообще неплохо. Тут чуть еще и дрончика не подрезал. Если бы дрона подрезал, вообще бы замечательно было бы, конечно. Но дрона не подрезал, к сожалению. Так, рипперок здесь напрягает. Гиллиончики строятся, строится Старпорт. То ли Хэлботку, что ли что-то еще непонятно. Дрон спускается. Третью ставит хату у нас сортов. Вижу, да, да, да. Хэлботку сейчас покушает. Ну да, Дайши разваливал, а в итоге Хэппи Дайши все-таки развалил. Залетает овер, все спалит. Сортов поймет, что происходит абсолютно точно. Но Армори он не увидит, и поэтому может до конца, конечно, не понять. Роуч Ворон заказан, но Роуч Ворон... Посмотрите, тайминг-то не самый удачный Роуч Ворона. Как мне кажется, сейчас можно ворваться, успеть Хэппичу. И только почему-то Гиллионов вместо 6-5 штук. Я не понимаю, что, соплай блок был или что такое? Почему 5-то? 6 же обычно у Хэппича. Вот это вот уже косяк. Но тайминг Роуч Ворона кривой. И Роучи еще нету. Хэппи уже приехал. Посмотрите, вот сейчас Хэлбаты будут трансформироваться. То есть можно третий отменить. Хэппи прямо на парад приезжает. Прямо с мотоциклов выходят роботики. Появляются королевы. Пришли, ставят с Минкой сейчас. Пытаются Хэппи тут подбрить Хэлбатов. Простите, сортов. Но Хэппич активно атакует Хату. Минус это Хата. Будет хорошее начало, что уже Хатку отменил. Сразу же первым врывом Хэппич. Шатали эти Хэлбатами. Сейчас пошло. Порывается на вторую базу Хэппич. Здесь Линги прибегают. Ну а что Линги? Линги они так себе против Хэлбатов. Ой, какая позиция замечательная для Хэппича. Сортов пытается отбиться. Рабы горят. Линги говорят. Все горит вообще. Все горит. Не синим, конечно, пламенем. Но горит очень жестенько. Здесь королева затрансьюзилась. Но Хэлбаты продолжают напрягать вторую базу. Хэппи улетает. Третья так и не заказана. По лимиту ситуация. Ну очень близка сейчас. Так, нет, сегодня не все игры Ro16 будет, насколько я понимаю. Часть будет завтра. Финальная часть будет завтра. Так, пришли реводжеры. Отогнали. Так, здесь как-то Либератор кривовато разложился. В небе то он реет, но не по-императорски как-то разложился. Так, что-то у меня боролос еще побаливает. Либератор тут что-то. А что Либератор-то? А, ну вот Роуч подошли. Получили пил, получили пил. Хэппич не законтролил. Реводжер одного тоже Либератор минус. Ну, ну хоть как-то разменялся. И то неплохо, я бы сказал. Колбатами пытается Хэппич еще разводить. Дрончика подрела. Смотрите-ка, еще один дрончик едет сюда. Хату давай блочь, Хэппич. Блин, зря сейчас дрона можно было бы спалить. Ну что, несмотря на то, что на одного колбатика было меньше, сначала считаю просто великолепнейшим для Хэппи. Парабам вообще одинаково. Лимит вообще одинаковый. Грэйды раньше, стимпакт заказан. Армори есть 2.2. То есть, если не завтыкать, вообще можно идеально будет заказать. Единственное... А вот, и щиты пошли. Все в порядке. То есть, сейчас сидим. Никакой возможности для пуша у Зерга сейчас нет. Макро хат, что на третий. Дистанс майнинг какой-то там от сортов уже пошел. Ну, главное дальнейшее, конечно... Главное, конечно, дальнейшее сейчас будет развитие. Вот, всех приветствую. Ребят, зовите всех сюда. Вступайте в группу ВКонтакте. Сегодня я написал, правда, за час до начала стрима, что буду стримить. Но обычно стараюсь отписываться до стрима, когда будут стримы. Вот, поддерживайте меня и мой канал. Будем смотреть сегодня интереснейшие матчи. ВЦС Европы региональных отборочных. У Хэппи уже есть квота. Ой, какое здесь мясцо летит. Надо вот этих долбить, а не сплэшем будут убивать. Ну, Хэппич, ну что ж такое-то. Не императорский это. На полную мощность оружие не использовать. Щадит врагов Хэппи сегодня. Но... Это не значит, что не замочит в итоге. Так, Рейваджеров увидел. Отлетел мючка назад. Отсканет Хэппи. Это... Так, Криптуморы подрезает. Думал, здесь один. Ага, тут наставлено он. Как грибов после дождя этих Криптуморов. Но вот в этом направлении Крип не распространяется. Видит Хэппи, что четвертый есть. Наглеет что-то сортов. Нужно под щиты, под стимпак, считаю, выход делать сейчас Хэппи. Еще что он и собирает сделать. С двумя танками, с тремя медиваками. Два холбата еще присоединятся к этой всей армии. Ну что ж, один-один в один-один. Фугасы тоже доделаются. К выходу сейчас. Они 43 секунды делают. Это очень даже немного. Пошла атака со стороны Хэппи. Здорово, Юрбзик. В принципе, пусть паблик я разрешаю. Пиарить. Не знаю, почему продолжать старые не стали. Там же весело было. Всяких картинок много. И народу там до хрена. Мне кажется, нужно старые просто развивать. Другой момент. Стимпак, Сэппи идет уже дожимать. Прирост сюда подходит. Либератор. Сплиты идут. Замечательные. Сортов. Сортов просто загнан под шканарь сейчас. Хрепищем. Ну, не по-императорски. Вот. Это, конечно, как-то, но разрывает. Просто разрывает. Так, пошел скан. Подходит все сюда юниты сейчас. Ну, 150 на 177 на 163 по лимиту. Идет Сортов вперед. Пытается пробрить. Танк пробревает. Один Хрепич простимпачился. Нужно танк еще было бы законтролить. Отводит назад по лимиту. Преимущество гигантское. И Сортову нужно спускаться будет сейчас. И ему придется на 2-2 Хрепища спускаться. Он тоже, наверное, ждет свои 2-2. Но у Хрепита раньше будет. Поэтому все вообще замечательно. Твиттеры, небодники. Там ВКонтакте смотрите анонсы. Вот. Пятый уже ЦС. Хрепитает. Пошел Сортов вниз. Темпачится Хрепич. Фронт хороший. От Микоза хорошо сейчас расплетился. На 2-2 заходит. Реводжеры падают. Все падает. Просто разрыв. Посмотрите, по потерям в этой игре. Какая ситуация. 7-400 на 3-200. Ну, сейчас побольше потери у Хрепища, конечно, будет. 3-500, 8-400. Почти трехкратное преимущество сейчас. Да, трехкратное где-то и набил. Хэпи в итоге. 10 на 3-600. ГГ, пишет Сортов. Ну, просто жестко Хэпи расправился сейчас с ним. Красавчик. Так, запрыгиваю в игру. Почти трехкратное где-то. 1-800. У нас появилось. Так, что-то зерк прогорел, пока заходил. Ну почему хулевары? Здорово, Готич, просто веселые, веселые картинки. Не, ну там много всяких таких было, 1-0 хепич. Погнали, далее. Так, а что у нас по рестримам, сейчас я посмотрю. Работают ли рестримы вообще? Работают, на плече тридцатки человек даже сидит, смотрю. Работают ли рестримы. Работают ли рестримы, амбулы, и они будут готовы. Работают ли рестримы? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Там все работает, насколько я заметил... Так, харасит хэпич на этот раз менее удачно, одного линга только подрезал... Ну что, пошли гранатки... Мув почти готов... Сейчас можно рипера отдать, хэппи может его потерять... Кстати, такой же абсолютный билд, насколько я вижу, с хэлбат под пушем... Здесь у нас марики стоят... Так, дрон спускается... Все, лингис мув уже, нужно уходить риперком, что хэппи и делает... Уходит вниз, рипера спас... Это важно, потому что желательно его присутствие в будущем хэлбат пуше... Пошло армори уже, кстати, армори какой-то тайминг... Прямо сверх ранее, я бы сказал, здесь у хэппи... Сорт-офф видит двух мариков... Сейчас еще марики будут... Геленчиков нужно новеньких заказывать... В этот раз шесть будет, судя по всему, у хэппи... Ну, в этот раз и роуч ворона тайминг гораздо более удачный у сорт-оффа... Вот он залетает сейчас с овером на мейн с другой стороны... Будет хэппич подрезать? Нет, не будет, он уже вперед сейчас полетит абсолютно точно... Медиваки мариками... Так, барак садится на реактор... Ну, кстати, хэппи приедет еще до готовности роучей... Но они выйдут, это факт, и будут прикрывать его третью хату сорт-оффа... Ну, четыре, кстати, заказано, все не так уж много... Геленчики подъезжают, сейчас рипер подлетает... Так, геленый залп, минус два линга сейчас моментально... Нужно мючка отойти... Дропаются марики, гранату на... Туда хэппич кидает дополнительную... Еще ко всем этим юнитам... Начинается атака хаты... Ну, медивак нужно отвести мючка к хэппичу... Гранатка под королев... Хату пытается фокуснуть... Отводит от своих юнитов сейчас... Так, хата упадет, кстати, только медивак, пожалуйста, хэппич не потеряй... Так, трансьюз на хату не успевает сортов кинуть, а вот эта ошибка была самая настоящая... У вас хэппич убил хату, но хэппи развалился... И в итоге, посмотрите, какое гигантское просто преимущество по лимиту у сортов образуется... Он сразу всеми юнитами вперед выходит... Ну, хэппич строит танк, хэппич строит СЦ-шку... Версус 3д, спасибо тебе большое за поддержку... Так, хэппич уведи... Нет, не уводит хэппич, к сожалению, у Либератора 2, только дрона успел он убить... Ну, здесь отгоняет роучий танком 77-64 по лимиту... 1-1 грейды делаются... Здесь Либератор разбирается с овером, который рядом висит второй, пытается улететь... Залетает сейчас с уртов, проверяет, что происходит... Ну, увидит, что продакшн наращивается у хэппи... Сейчас АПЛМчик давайте глянем... Приноси... Уртов тоже высокие АПЛМ, я вам скажу... Спасибо, ребят, всем за поддержку, Версус 3д... Сегодня первый... Респектон... Респектон ловит... Так, русский не человек, русский император надо писать... Заново... А то так получается как-то... Зерг-человек... Они же тоже люди, но император их как зергов задавит просто... Ну ладно, что-то они... Что-то можно на прегар сейчас просто нарваться какой-нибудь... Поэтому не будем развивать эту тему... Собственно, 66-58 по лимиту... Хэппи третью начал добывать... Отставание не дикое по лимиту... 2-2... А вторая атака, точнее, простите, заказана... Нужно и армор второй заказать... Хэппищу сейчас... Сообразишь ты, Хэппищ... Вот у тебя инженерка простаивает... Сейчас, пожалуйста, закажи армор... Второй быстрее... Здесь у нас дропщик... Пытается Хэту Хэппищу убить... Хэту выбивает... Двойным дропом... Второй армор заказал... Красавчик... Красавчик с грейдами не втыкает... Бараков... Пять штук сейчас начнут производить... Здесь еще одна лаба очередная строится... Здесь у нас сортов пытается... Фаерболами... Либераторов... Эти... Медиваки отогнать... Уже Хайв сразу же пошел... Моментально... Просто практически Хайв пошел... Вот... Пошел... Хэппищу это крип... Он здесь канет... Улетает из-под фаерболов... Причем навстречу зергу... Четвертых отставится... Лингов... Группа для забегания готовая... Принык она здесь у сортов... Группа хорошая такая... Лингов... Забегание может сильным получится... Сейчас выход идет... Сортов видит этот выход... И забегание сейчас сразу... Моментально пойдет... Ну, кстати, забегание будет сильным... Я бы сказал... Но... Отбиваться в лоб особо нечем... Сортову зато... Так... Здесь Марик, Мародер... Линги забегают... Танк... Нужно закрывать депошки... Танк минус... Все... Здесь будет минус... Марики сверху на хайграунде... Сейчас... Стимпач с Хэппи... Зато идет вперед... Очень неплохо... Мимо фаерболов... Пробегает... Хату... Четвертую... Сортов не успел отменить... Это ошибка с его стороны... 151 на... 139... И удачно... Такой прирост... У Хэппи вышел... Отбил... В итоге... ЦЦ-шку отменил... Молодец... Ресурсы не потратил... Сейчас... Стимпак минус инфестор... Хороший... Хороший... Микос... Точнее... Хорошо... Хэппи отфокусил инфестора... Молодец... Микос вообще не прошел... Танки ближе еще прилетать... Четыре танка... Уже линги в спину забегают... Бесполезное... Абсолютно забегание получается... 146... 153 по лимиту... Сортов идет вперед... Либератор... Здесь есть... Марики есть... Либератор падает... Наконец... Сортов его пробрел... Танки... Хэппич контролит... Но... К сожалению... Не хватает юнитов... Марика тоже можно было забрать... Марики что... Я не понимаю... Плохие что ли... Только танки забирать надо... Да... Темпач с Хэппич... Сортов идет вперед... Паэрболы падают... Хэппич увернулся... Как грамотно он катит... Конечно... Паэрболы... Это что-то просто... Криптумура минус... 129... 123 по лимиту... 2-2... У Хэппи готовы... У Сортов тоже... 2-2... Сейчас будет готов... У Сортова... Ультралис кэвер... Но... С трех бас... Ультралов много не настроишь... Так... Муникальный армор пошел... Третью атаку Хэппич запиливает... Сейчас четвертую... У Сортова как не запилил... Базу так и не запиливает до сих пор... Прирост Хэппича... Вес сюда двигается... 3-3 заказано... Это важно... Нужно понять, что Ультралит он будет... И Гостакадемику... Что-нибудь такое запилить... Я не знаю... Так... Выходит Сортов... Хэппи Мариком одним видит... Ну Хэппи на отступление сейчас... Пошел в скан... Куда Хэппи сканит-то? Не понял... А вот сканит... Здесь база тоже... Он не наблюдает... Четвертый сам вылетает сейчас... Ну что же... Неплохую игру демонстрирует Хэппич... Я бы сказал... Все под его контролем... Пока лимита больше... Грейды лучше... По таймингам все... Так... Здесь минус Марик... Нужно бы выбить камни сейчас... Хэппичу... Что он и собирается сделать... Сортов четвертую... Только-только базу заказал... Стимпатчица Хэппича... Выбивает лингов... Которая на четвертой находится... Ну же ЦСшечку... Сажать и... В планетарку ее... Превращать и в Гостакадемию... Да... Хороший... Почему только Хэппи на третьей... Всегда Гостакадемию ставит? Не понимаю... Важное здание... Такое... Так... Сканит Хэппич... Прилетает вперед... Танки сейчас по инфесторам... Хороший зал делают... Так... Минус Реводзер один... Инфесторы уходят... Танки Хэппи отдал... Как сейчас непонятно... Сортов и фаерболами забрал... На халяву... Один даже неплохой от Сортова... Ну вот... А бункер нужно один Хэппи счет... Реально... На этой хрени... На этих забеганиях... Сортов очень жестко Хэппи ловит... Был бы у него просто... Элементарно один бункер... То... Так... Здесь КСМ их уже вести... 55-62... Парабам... Прирост выходит... Лингов все-таки отбивает в итоге... Ну Сортова все больше и больше... Кстати говоря... Ультралов становится... База восстанавливается... Здесь прям подровывающий дроп... Кривоватый дроп получается... Так... Нужно здесь базу... Пытаться Хэппи счет отменить... На третьей базе... Дроп отдал... Вот как-то Хэппи дропы... Не доконтраливает... Последнее время... Просто отдает их... И все... И хоть ты... Что сделай... 161-140... Смотрите... Такое преимущество... Хэппи в итоге отдал... Что-то надропался... Юнитов наотдавал... Да... Четвертая база... Сам... Четвертая база... Без гостов уже вообще не подраться... Ни хрена... А гост только один строится... Сейчас три... Двойной дропчик в карман... Сейчас идет... Можно ультралис кеверн... Кстати, покуснуть... Хэппи... Заметьте... Это здание ключевое... Так... Сканет... Ультрал пришел... Ультрал пришел... Но он убьет... Что-нибудь тут конечно... Но Хэппи ультралис кеверн... Зафокусил... Молодец... Здесь у нас спаер... Уже для брудов... Для дрейтер спаера... Естественно... Делается... Хэппи разводит ультрал... Просто на ровном месте сейчас... Еще раз ультралис кеверн... Можно покуснуть... Но... Блин... Ультралис слишком близко... Опять же... Дроп контроль какой-то... Так себе... Идет... Сканит Хэппи... Сколько сканов Хэппи тратит... Жесть какая-то... Передроп за минералы пошел... Ну... Ультрала здесь не получилось развести... Ну... Практически... Врыв на пятую базу... Пятую Хэппи сейчас ликвидирует... Молодец... Сортов бежит всеми сюда... И улетает просто... 3-3 здесь делаются... Нидус пошел... У Сортов... Кстати... Сортов Нидусами Хэппи в прошлый раз... Вообще... Напрягал-напрягал... Трепал-трепал... И Хэппи... И в этот раз... Ну хотя... Как к Нидусу подготовишься... Туреток бы в периметру... Каких-нибудь запилить бы Хэппи еще... Так... Здесь... Мародеры в Ультрала стреляют... Это бесполезное занятие... В Лотверд... Мародеры уже не те... Гранаты какие-то... Не такие... С двух рук слабее... Чем с одной... Получается... Здесь Хэппи подробулся... Подробулся... Пятого отменил... Улетает... Здесь у нас какое-то забегание... Роучи непонятно идет... Куда... Зачем... Планетарка справится с этими роучами... Если вычинимать... Я уверен... Гастов все больше и больше... Гастов... Уже штук... Наверное... Восемь есть... Десять уже... Есть и четыре стрельца... Четырнадцать гастов будет у Хэппи сейчас... Пошел Нидус... Я бы на месте Хэппище дал бы... Кому-нибудь вылезти из этого Нидуса все-таки сейчас... Потому что... Зачем сразу-то его так было прессовать... Так... Либераторы... Прогоняют оверсиры... Еще один Нидус... Пошел... Нужно привести сюда юнитов... Немножечко... Хэппище видит, что Нидус запилен... Да можно дать даже выйти из пары... Паре ультралов... Снапернуть их просто... А Лингов там... Очень быстро на самом деле убьет Хэппище... Так... Здесь Ченчинка идет еще вперед... Линги выходят... С ним пачется Хэппи... Да что бояться-то Лингов? Упусный бой все... Что-то мародерами там... Зачем-то под Лингами пытаются... Нидус выбил... Нидус выбил... Лингов минуснул... Здесь у нас что-то... Мариков каких-то сортов подрезает... Очередной... Так... Очередной Нидус... Пошел кто Вижн-то дал... Так... Хэппич что-то ушел... А чего ушел-то? Нидус-то кто отбивать будет? Хэппич, ты что творишь-то? Ну ё-моё... Ну посмотрите... Так... Здесь хорошая ЕМП... Ээээ... Минус вся энергия... Ой... Ну вот, пожалуйста... Я вот Хэппи свалил... Непонятно куда... Вот ультрал вышел... Ультрала так просто и не разбежу... Роучи полезли... Там куча просто всякой хрени... Полезла... Пруд в груди... Роучи... Ультрал танкует... Роучи Линги в это время в Био вгрызлись... Но... Био много... Можно Роучи поснайперить немножечко... Но Хэппи предпочитает демон... Можем их просто вынести... Вот в итоге поснайперил немножечко... Потерял лимит... 139-185... Просто... На ровном месте... Блин... Лимит... Лимит провальный... Какие-то Нидусы... Дешевые в итоге здесь зарешали... Так... Здесь королевы заходят... Королевы минус... Что здесь королевы делали... Я не знаю... Четыре Либератора Хэппи что строит... Ну Хэппи Дэс Болл зато... Очень неплохой такой собирает... Масс... Масс Гасты... И... Медиваков достаточно на Био... И Либератора... Ну мало как-то... Марика Мародёров... Именно сейчас по-моему... Хэппи добавляет... Марика Мародёров... Некоторое количество... Либератора висит... На Либераторов... Не помешало бы... Грейды делать на атаку... Сортов тут уже... По правой части карты... Наплодился... Вообще... Очень жёстко... Так... Нидус здесь... Хэппи нужно делать выход абсолютно точно сейчас... Причём по направлению... Вот этому... Карапторы дают возможность... Нидус ещё раз запилить... Либератором Рейндж... Атаки сейчас запилен... Прибегают Хэппи... На этих Нидусах на самом деле... Вот Хэппи... Хэппи зря вот... Не даёт вылезти... Можно поставить вот здесь... Пусть вылезет какое-нибудь количество лингов... Там ультрала... Просто... Минус Нутик... Да и всё... Так... Чендлинг здесь у нас... Минус Нутик... Чендлинга Хэппи... Здесь ещё три Чендлинга идёт... Минус Чендлинги... Если кто-то Линк забегает... Минус Линк... Надо выход делать... 126... 127... По его лимита больше... Всего больше... Вот... А... Ну да... Там Чендлинг был точно... Так... Хэппи его не сбрил сразу... Так... Два Криптумора остались... Неубитыми... Заходит Хэппи... Пошли в раскладку Либератора... Но есть Карапторы... Которые Либераторов могут прессануть... Вот в чём проблема... Так... Здесь Гост идёт... ЕМП мимо немножечко... Сейчас кидается... Так... Либераторы притягиваются... Вайперы... Минус... Моментально практически... Снайпер-шоты... Пошли... Залетает Караптор... Снайпер-шотами... Хорошо... Хэппи тут ультралов разбирает... Но что-то Бэйнов очень много... Я вам скажу, ребят... Хэппи что-то разбежался... Но... Медиваков нет... И в итоге Хэппи разваливается... Карапторы разваливают... Ну что за ужасность... Вообще такая... Всё... Просто... Пожрали всех... Био мало... Либераторы что-то... Куда-то стреляют... Вообще непонятно... Вот... Реально Хэппи... Неправильно Либераторов используют... Как мне это всё видится... Зачем он их сразу раскладывает всех... Фокусни... Сначала на Аклике... Сбрей Карапторов... Они... Карапторы-то без грейдов... Ноль арморов... Они бы в клам бы... Либераторы разобрали бы... А потом у ультралов разложи... Забрей... Просто био на отступление... Как бы всё это сделал... Вайперов-то убил же... Почему бы так не сделать... Принимает бой дома Хэппич... Но на тридцаточку лимита... Сортову больше... Лингов набежало... Мас-мас-мас... Есть Бэринги... Карапторы убивают... Медиваки... Судя по всему 1-1... Так и есть... Ну вот эту карту Хэппи... Вообще у сортов... Почему-то взять не может... Это очень печально... Судя по всему... Судя по всему... Судя по всему... Медиваки... Да... То... Медиваки... Толку... «Ничь раз» В detectи... Медиваки 1-1, ребятки. Вторая игра, погнали. Третья, простите, игра. Казалось, да, Лемита столько много у Хэппи должен разбирать, но вот как-то что-то не идёт у него реально с гастами вот эта битва. Так, вторая хата на золоте. Здесь у нас что? Бара, Крипер. Кстати, второй ГАЗ Хэппи строит какой-то очень ранний. Однобазовая какая-то хрень, что ли? Да нет, не однобазовая. Сныкал КСМ-ку, ЦЦ-шка пошла. Всё стандартно. Достраивается пул. Понемножечку. Достраивается пул. Ну что, Риппер, что тут взад-вперёд летает? Подрезал дрончика, зато Хэппи в этот раз с самого начала. Дрончика подрезать гораздо более приятно, чем даже... Ну, на самом деле, это более важно, чем даже четырёх лингов подрезать, хоть они дороже стоят. Хотя начальных лингов тоже важно подрезать. Но дрон — это всё-таки экономика, тем более здесь золото, сами понимаете. Так, муфу сортову почти готовка, и сам золото начал добывать. Так, много гастов. Ну вот в том-то и дело, что земля какая-то нестойкая там совсем с этими гастами. Мобильности нету. То есть, можно как сделать, например, прилететь, вайперов снайпернуть, этими либераторами, ну, нужно ими атаку делать ещё, либераторами сбрить караптеров. На это время, например, с контролем Хэппи, это вполне реально загрузиться всей армией, там, в эти девять медивак вместе с гастами, куда-нибудь улететь. Потом уже с либераторами опять раскладываться, пытаться. Но в итоге, как бы, гастами не покатить нифига, просто всю землю сносят, там сносят всё под корень, как бы. Вот. Так что, может быть, даже гастов и перебор, конечно, там, потому что их было 14, даже больше, наверное, под 20 штук. Так, здесь Хэппи пыталась-то золото отменить. Чё, Гиллионщики приезжают? Армари делает, кстати, опять Хэлбат под куш будет, между прочим. Роущий заказывает у Сортоха. Так, грана... Слинги тут бегают, смотрю, наглее он чё-то. Не, ну, с Хэппи Гиллионами шутить не получится, на самом деле, Сортоха. Прилетает медивак, трансформируются Гиллионщики в Хэлбата, в королеву, как откинул Царске, к себе поближе. Вот, ну, нужно... Так, а чё королеву-то не подрезал, Кэппи? Королеву не подрезал. Вот можно было убивать вообще Сортоха здесь. Нужно было королеву подрезать, развивать свой успех дальнейший просто. Хату отменил, но начало, в принципе, уже неплохо. Хату отменил, нужно ли дальше драться, конечно, вот это вопрос. Ну, нужно, на самом деле, драться дальше. Куда эти Хэлбаты ещё здесь, кроме как в бою их использовать? Так, марики пока оверов минусуют, не помогают ДПСам с Хэлбатом, но особо там они ничем и не помогут. Хэлбаты зашли прямо в ручей. Сейчас нужно забрать, Кэппи, парочку Хэлбатов. Медивак он теряет. Не, это провал. Вот, как мне кажется, может быть, Хэппи вообще основной вот этой массой, причём мариков просто на муве с Хэлбатами домой отвезти, а двумя летать поступую. Потому что отдавать этот пуш вот так вот, как Хэппи отдаёт, я смысла не вижу. Ну, ты Хату отменил, а дальше-то зачем всю армию терять? И Королеву Вторую, кстати, мог не отпустить, она вне крипа была. А и Хату ещё успеть отменить, то есть, как-то Хэппи Хату-Хату отменять всё, а в итоге потерял всю армию. Так, 1 на 1 сейчас будет заказано. Да, пошли. Тут Эволюшн тоже доделаются, грейды практически одновременно будут, но у Сортов ресурсов нет на грейды, вот в чём проблема. Сейчас Армор закажет, наверное, первым. Хэппи щиты заказывает, ещё Стим уже готов, что ли, я чуть не понимаю. Нет, а где Стим вообще? Щиты вперёд Стима, странное решение. Сортов сразу две Хаты занимают сейчас золотых. Так, один Либератор висит. Чё висит, не знаю. Так, случайно мигнуло, и ничего страшного. Инфестейшн пошёл. Ну, одно золото раскачивает. Сортов. С мейна можно сразу вообще всё переводить. А, здесь обычная база, потому что вообще здесь не золото. Ну, а золото-то сразу нужно раскачивать. Хэппи третью занимает, 85-99 по лимиту. Бурабам вообще ровно пока. Очень важно, как грейды, конечно же, Хэппич будет заказывать. Вижу ещё один барак. Бараков сейчас встанет. Шесть штук очень скоро. Так, здесь пошли депошечки ещё. Полетел Хэппи вперёд. Шестью почему-то мариками всего. Непонятно почему шестью. Так, минус королева. Ну, королеву минуснуть всегда хорошо. Залетает Хэппич на мейн. Марики со щитами, но без стима пока что. У сортов рейнджовая 1-1 уже готовая. Контроль от Хэппи Мариков. Роучи ещё одного подрезал. 109-127 по лимиту. Где что-то погибло? Где-то. Где что-то погибло? Хэзэ. Либо Хэппи что-то отменил, я так и не понял. Второй армор сортов заказывает. Хэппи только атаку вторую заказывает. Два-два грады. Так, Хэппи. Хэпп, Хэпп пошёл. Хэпп. Ну, сортов ультралов выходит, опять же, то есть, стандартный абсолютно расклад. Хэппи нужно заранее... Вот с уртов им нужно заранее готовиться к ультралам. То есть, четвёртую брать на этой карте пораньше. Гастов пораньше строить, начинать. Там, либераторов. Либераторам обязательно. Армор и есть, блин. Делаем на воздух атаку просто. И воздух будут сносить, и землю будет помогать. Вообще, замечательно разобрать. Так, симпатичи Хэппи. Сканы, пошли. Крипту, Мураминус. Очень неплохо тут Крипу наминусовал. Крипту, Мураминус. Правильно сделал. Чайник. Так, пошёл выход опять же. Стимпатчица Хэппи. Прогоняет сортов. Лимита больше. Ультралов никаких нет. И не пахнет даже никакими ультралами. Здесь забегание. На лингах идёт. Дпошку нужно поднять. Хэппич не успевает поднять дпошку. Линги врываются. Но на мейн-то хоть прими лингов. Но в это время Хэппи, правда, начинает золото. Минусовать очень неслабо. Забегание идёт везде. Сортов грызёт. Посмотрите, здесь газ грызёт. Здесь отбился Хэппич. На мейне отбился. Золото уже упало одно сейчас. Сортов кидает Микоз. Фаербольщики пошли. Ну, кстати, неслабо. Так накрывают фаерболами. Хэппи перевозит танки ещё ближе. Можно и нужно их перевозить ближе. Моряки на стиме. Бью здесь стоит. Стим патчится Хэппи. Пошла атака со стороны Сортова. Микозы падают. Очень неслабо сейчас со стороны Сортова. Разваливается Хэппич. Ну, хлам разваливается. Хоть танк-то один забрал бы. 118-138. Ну, базу одну Сортову минуснул. Да. Не очень, конечно, расклад сейчас был. Сырал шоу-тайм 3-0. Неплохо сырал. 2-1-3-дэ. Ультралис Кеверна Сортов пошёл. Я не понял. Вот здесь Хэппи не надо было агрессивничать. Вперёд идти. Нужно как-то вот здесь вот танки было держать. Не снизу, а на хайграунде. И вообще просто позицию удержать. Прирост спокойно подводить. И уже какой раз вот это сраное забегание лингов решает. Просто жесть. Ну, бункер один поставь. Ну, планетарку. Я не знаю, что-нибудь вообще сделай что-нибудь. Хэппич. Со второй базы улетел СЦ-шка. Здесь кончилось, кстати, играть. Здесь осталось чуть-чуть ресурса совсем. Перелетел на золото. 140-147 по лимиту. Лимиты близки. Но ультралов-то чем контрить сейчас? Непонятно абсолютно. Ну, что, мародеры минус. Плюс два барака еще. Что, хата упала? Ультрала одного хэппи сейчас примет, наверное. Так. А куда хэппич лезет? Да здесь микоза столько. Ё-моё. Сейчас микозы по танкам, по медивакам, по всему. Микозы падают очень жесткие. О, био. Так. Ультралы вроде кончились. Но сортов как-то разбирает хэппи. Вхламьтесь. При этом все, мы видим, забегание проходит. В это время контр-дроп идет от хэппи на золото сортов. И здесь несколько роучей есть. Ну, роуч хэппи разберет быстро, на самом деле, мародера мариками вот этим дропом. Роучи падают. Но прибегают линги. И хата уже минусы, к сожалению, не получится. Нужно все поднять. Добрать сейчас отсюда. Так. Здесь фаербольчики падают. Есть и ультралы. 110-159 по лимиту. Я вот не понимаю, как хэппич. Зачем он так лезет прям агрессивно до гастов, отдается и по лимиту про себя. Здесь мародеров отдал всех. Передроп на хайграунд идет. Эту хату сбреет сейчас хэппич абсолютно точно. Хату фокуснишь ты, емае, под микоз попадает хэппич. Ну, что это за контроль такой просто? Я не понимаю. Это не в стиле хэппи. Что? Зачем сюда передроп на микоз прямо? Взял все, наотдавал зачем-то. Не понимаю, зачем. Медиваки висят. Да уже нужно успокоиться. Переконтраливаешь ты в лоб. Не делай ты дропы эти. Иди в лоб и разбирай. Просто достаточно лимита должно быть. 30 хп медивак. Что это за дроп такой? 30 хп медивак летит. Куда он летит, был от дроп? Отдаваться, не иначе. Так, ну вот эту базу можно сейчас будет сбрить. Либератор нужно увезти сюда. Но надо рейндж-то либератором сделать. Не знаю, хэппи рейндж не делает либератора. Нифига так. Королева. Ну, королева успела убить. Королева, кстати, есть атака. То есть у нее дэмэдж хороший. Хэппи ццшку с мейна переводит. Занимает еще базу. 130, 372 по лимиту. Самое что интересное, Суртов ничего фантастического не делает. Он просто играет стандартно против хэппи. Вот, пожалуйста. Вот что вот это вот такое? И сейчас на 130 лимита выйти, отдаться вот этой всем хренью. И все, и гг написать. Больше здесь делать не будет. Будет нечего вообще. Так, сканит хэппи. Подходит сейчас гастами. Снегусный перел ультрава. Неплохо. Передробчик на мейн. Наверх пошел сейчас. Так, обходит Суртову. В другой стороне или в контратаку пошел? Чуть не понимаю. В контратаку Суртову пошел. Хэппи видит эту контратаку. Нужно увести био свое. Куда-то на рампу. Здесь линги забегают. Бункера никакого нет. Ну, хату выбьет Хэппи. Ну, а здесь чего? Мариков нужно подвести. Прибежал, убежал. Так, здесь хату проверил. Нужно отойти. Назад 150, 8, 170. Лимита отстроил хоть более-менее. Хэппи сейчас. Сейчас у Суртову 3-3-2 грейды будут. Делая тут... Что вот это за грейд такой? Там это память какая-то, что ли? Подсознательная хэппи еще работает. Уже сходца. Какой к черту наземная грейд на атаку? Какие здесь были юниты вообще меха? Хэлбатов нет, Торов нет. Куда? Зачем? Воздушные надо делать. Естественно, на либераторов, на перспективу. Так, здесь забегают линги. Гасты сверху садят нормально по лимитам. Линги, конечно же, минус все. 158, 176 по лимиту. В чем Суртову? Микс-то такой. Без брудов такой. Который можно реально разбирать. Вот пошел... Вот Нидус пошел сейчас на мейн. Опять начинается. Нидус... Туреток по периметру вообще хэпич не строит. Ну, две туретки здесь будут стоять с рейнджом. Рейндж сделать, что стоит этот рейндж. Все. Уверсиров придется терять каждый раз. Это будет для Суртову моментом таким, от которого он явно должен будет задуматься. Делать эти Нидусы, не делать. Так. Нерч Зан старт 3-1. Ну что же. Замечательно. Марин Лорд Дрога 2-0 ведет. Красавчик. Это хорошо для Блая, кстати, потому что у Дрога квоты нет. Если он сразу на дно туда выйдет, а Блай дальше пройдет. Будет замечательно. Крипа что-то у Суртова стало просто невероятно много. На всю карту расплодился. 102-148. Порезу Суртова по боевому лимиту, кстати говоря. Так, здесь напишет. Ультрала снайпернул Хэппи. Ищут Гасты куда-то. Куда он побежал-то Гаста тут? Начал скрипом воевать. Но толку от этого мало. 200 энергии есть у Гаста у этого. Суртов на халяву. Сейчас заберет такого Гаста ценного. Бейлинги у него взрываются. Здесь какие-то забегания идут. Снайпер-шоты еще пошли. Ну вот Хэппи сейчас в обороне сидит. Нормально сидит. Карта-то на двух человек может делить, в принципе. О. Ну да, танки были. Ухэппи. Ну нужно две армори ставить. А вот либераторов строят. Лучше бы на либераторов сделал. Там для танков. Да, что-то про танки я даже и особо не подумал. Ну сколько за игру танков было? 8. Хотя не 8 танков. Потерял Хэппи за всю игру. 180-198 по лимиту. Сортов уменьши рабочих всем у Хэппи. Проврил здесь Крип. Хэппич убегает от лингов. Линги пытаются маленьких покружить. Покусать. Покусали. Так. Планетарка тут. Выстрел минус низко лингов. О. Молодец. Хэппич хоть Грейт на атаку начал делать. Вот. Ну сидит Хэппич. Сортов караптеров настроил. Почему караптеры именно, чтобы либераторов сносить. И Хэппи делается. Сноэпершот королева, чтобы Крип тут не ставила новый. Крипа нового не будет здесь. Совсем оборзел сортов. Ну микс у него конечно очень смертоносный такой. Наземный. Есть и воздушное сопровождение. Неслабо делает арморку одного дома. Пользователь Джиннадия активировал премиум на ваш канал. Так, минус Марик. Блай 2-2 снуд. Красавчик, Блай. Нужно тащить снуда. Хэппи нужно брать третью игру. Ну у Хэппи с сортов он такие напряженнейшие. И битвы, как вы видите. Вот наконец сортов хоть Хэппи обогнал по количеству рабочих. Хэппи от КСМ повел отдавать. А, вот чейдингов поднапилил сейчас. И на отдачу повел, чтобы боевого уже больше лимита было. Сколько либераторов давайте... Ёмоё, 16. 19 сейчас либераторов будет. Ну ни в коем случае нельзя их просто в тупую разложить, чтобы караптеры опять все сбрилили. Нужно сначала воздух сбрить либераторами Хэппи еще. Но в стейке быть нельзя, потому что микоз, потому что фаерболы, потому что караптеры, потому что вайпера. Ёмоё, тут против воздуха, конечно, тоже у сортов технологий до хрена получается. КСМ Хэппич отдал. Инвиз это Гастам. Персонал, Глокинг и Фьюжн Корр. Поздний вот этот Фьюжн Корр Хэппи постоянно ставит. Либератор, но это Грэдли. Прошли. Все, Гастам, Инвиз, Хэппич врубает. Красавчик успел Инвиз врубить. Ни один Гастам даже не погиб. Замечательно. Все прогнал. Вот Гасты с Инвизом, они контролятся уже значительно лучше. Так, здесь что-то летают оверсиры. Крип нужно отогнать Хэппичу. На мейне часть юнитов держат уже от Нидуса. Ну что, пошла атака от Суртуфа. Вайперы ставят зеленку, сейчас кидают. Оверсиры прилетают. Сзади там либераторы остались. Хэппи дерется как? Пока что Хэппи разваливается. Ну вот, смотрите, на этом направлении не так уж много войск у Хэппи. Хотя Гасты тут на снайпер-шотеле либераторов складывают. Ну сразу давно пора, надо сложить было. Вот, наконец-то стал с Караптерами Хэппич драться. Караптеров разваливает. Уходят ультралы, пытаются уйти. Разваливал 100 на 110 по лимиту. Все, приходить, в площадь здесь все. Правда, Скорка здесь стреляет по либераторам. Зачем они под Скоркой разложены, я не понимаю. Здесь вот эти хаты минус нуте вообще неплохо будет. Контр-атака от Суртуфа идет. Сейчас контр-забегание. Ну здесь-то планетарка есть. Тут мимо планетарки линги пробегают. Планетарку пробегают. Пытается Хэппи КСМ их на вычинку вывести. КСМ их выходит. Но планетарка самое главное. Сейчас время для Хэппи экономит. Ультралы пошли вперед. Нужно ловить их просто либераторами идти. И все сейчас. Ультралов этих. Вайпера минусует Хэппич. Ультралы побежали в размен. Сейчас здесь один вайпер есть. Ну где Снэпершот тут? Ультралы мимо бегут. Хэппич, что же ты делаешь-то вообще сейчас? Почему не убиваешь ничего? Так, планетарки есть. Но вот здесь планетарка будет. ССС здесь добывает. 122-139. Боевого лимита Хэппи больше. А самое главное, он технологичнее. Так, ультрал здесь приходит. Под либераторов, конечно, увезти. Так, зеленка на либераторов падает. Хаты. Вот новые хаты. Посмотрите, где у сортов у Хаты. Хэппи их вообще не трогает сейчас. Это очень большой косяк. Так, возвращает с ультов. Под либераторами. Ой, как ультралы под либераторами сейчас падают. Снэпершотов, караптеров должны быть. Ультралы снэпершоты пошли. Хорошие снэпершоты. Просто нахрен разгром. Сейчас ультов лимит одинаковый почти. Караптеров нужно тоже разобрать, что Хэппи и делает. Гастов здесь много осталось. Достаточно. Линги в итоге погибнут. ГГшечка. 2-1. Хорош. Но на грани, на грани сейчас было. Так, вырываемся в игру. Грани. 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 Хорош. Грани. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok вообще находится и это очень печально почему потому что у меня такое ощущение что это этот план сортова прокатит happy вообще вслепую сейчас действует он слепую играет просто вслепую и это очень печально так заметил хэппи что линги сортова здесь бегу начинается контроль понимает что одна базовая элегантность здесь я думаю хэппич идет но если примет это этот вырыв сортов то все будет хорошо если нет то все будет не очень хорошо конечно все линги на муве овер подлетает сейчас будет трансформироваться нужно уходить конечно как хэппи что хэппи делать не понимаю единственное как он хочет лингов то здесь перекон все эту цешку надо отменять это очевидный момент абсолютно заходит на на мэйн здесь овер трансформируется сейчас заказан старпорт цешку отменяет хэппи так видит что линги бегут неплохо тут двух продэмэджил нужно встречать сейчас марика подводить гиллион ксм парочку взять хэппи еще не мешало бы что он и делает да гиллиончик приезжает залп по лингам пошел все план сортов элегантный здесь не особо то работает на передропе лингов хэппи принимает замечательно тут хороший такой лифт конечно получается но риппер с гиллионом просто невероятно сейчас работу выполняют и сейчас можно контур будет атакой просто пробивать наверно было и так стримят так что было и вы можете у ревы посмотреть если будет дальше было и там хорошо в какие-то и то что хорошо если будет в лайк интересные у мальчики то может дальше и было по стриме но хэппич бьется против сортов и хэппич собирается между прочим сейчас контратаковать на хэлбатах и я так чувствую что сортов не очень-то выдержит это все дело хэлбат прессинг 4 хэлбата плюс 3 марика плюс еще два приедут хэлбата очень с пользователь хала активировал премиум на ваш канила ребят всем за премиум и за поддержку очень приятно вот и очень нужно сейчас поехал хэппич вперед рауч ворон заказа но поздний рауч ворон сортов дружочек познатый рауч ворон заказал спохватился едет хэппич ко второй базе приезжает а третий нету вторая какой там улыбку с одной базы хэппич третью проверяет удает трансформироваться пора овера можно сбить и нужно хэппичу заходит с риппером заходит всеми сюда видит что рауч ворон поздний очень можно рауч ворон минус ночь королева вне крипа ходит фактически уже королев разбирать так линги набегают мариков же законтролить бы хотелось бы так лба трансформируется хэппи забирает одного и второго королевы еле живые тут но живые хэппич хэппич врывается в королев прессует у энергии у медивака просто предостаточно сейчас чтобы продолжать прессинг королев нужно поймать хэппич ну или медиваком ну дроп есть ну куда ты бегаешь ты гоняешься ну какие рабочие-то ну ё-моё ну королев убить чтобы кулак он не скапливал сейчас новые хэлбаты трансформируются нужно дожимать двух сторон конечно дропается хэппич сейчас хорош королев окружил одно другие тоже сейчас вне крипа будут находиться можно попытаться окружить но так ну марики как-то отдаются так еще одну королеву минус нут третью надо минус нут чтобы еще чтобы медивак че да чтоб медивак просто некому сбивать было 29 26 парабам здесь еще один хэлбат отдается два гильончика есть разводик на мэн пошел дропуется хэлбат будет разбирать рабочих еще два гильона приезжают плюс либератор хэппи врывается не видит сортов с двумя гильонами можно нарезать ой-ой-ой как можно личинки прессануть сейчас либератором хэппи залетает на мэн нужно дропаться не дропаться либератором врываться так хорошо гильоны здесь прожаривают очень я бы сказал рабочих либератор раскладывается так реводжерами не минуснет ну нужно отлететь имбово сейчас разложиться где-то с ну вы поняли издалека д-4 роу еще приходит есть либератор либератора разложим сейчас и все будет в порядке два хэлбата уже здесь летают один здесь гоняет на второй базе он дрона можно было минуснуть например попробовать так заходит королева получает от либератора как он личинок не любит сейчас так королева минус еще одна 37 51 по-любому это 3-1 в пользу хэппи еще красавец димас бывает 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 и такое ну что здесь перед роб четырех роучей было ё-моё это что за хрень то творится четыре роучи сейчас просто все преимущество хэппи обратно забирают да что за бред то все наконец-то хэппи роучей подрезал здесь у нас либератор один по овером стрелять нужно разложить дронов подрезать сортов уходит яйца убивает хэппи так рабочего еще одного минус нул 58 44 нет все-таки преимущество гигантское до сих пор сохраняется королева в рейнже от поражения минус королева есть 3 ладжер 1 2 морфица сейчас 108 хп с одного фаербола не убьешь 2 либератора здесь у хэп 6 полетел дробчик steam pack есть да steam pack уже готов 3 барака работают две цс-шки все все хорошо ну что либератора прилетели здесь на столбатике все еще прессуют 2 базу ушли рел ушли кстати грео реводжера так раскладывает хэппи либераторов два дрона минус где медивак то с мариками сзади где-то летает вдалеке ну что урывается мариков 8 штук развалил рабочих хэппи на мэне столько что 13 осталось и еще и либератор здесь пострелял очень жестко короче говоря 3-1 ребятки великолепен хэппи сейчас посмотрю если соперник было и слил от печи льдос конечно что было и слил а хэппич не слил хэппич победил красавчик другому не скажешь просто а мана харстон там будет победитель против хэппи там еще пока а там 22 ну ждем ждем общем что могу сказать так поменяю сейчас захват вот у нас да 2-2 мана харстон то есть протез будет следующий против хэппи точно абсолютно хэппи проходит во второй раунд ну то есть он уже в топ-12 в топ-9-12 он точно фуа кстати все надо всем надо еще один раунд пройти чтобы шесть соток было бакинских а не 4 потому что сейчас хэппи выиграл ничего ему особо не дает то что было и сливы от печально конечно а на кого было и попадается те говоря блайн и шоу тайма попадет и это очень печально почему потому что шоу тайм сильно очень просто он может было и просто накрутить и пользователь мак вы активировал премиум на ваш канал может воду не получить макю спасибо те макюзи Привет всем, NextTimeVille, добрый вечер. Спасибо всем за премиум и за поддержку. Так, сейчас я проверю, есть ли там где-нибудь играет Лимана с Харстом, наверняка поляки стримят эту хрень. Нет, поляки стримят Дайши Элэйзер. А кто может стримить-то? Сейчас поищем. Харстом, а ну вот нашел, да. Ну там пока во стриму начало с Сама Харстом. Не буду ставить, в общем-то, потому что... Хотя ладно, я думаю, ничего не будет. Не буду звук запиливать, потому что на Twitch тогда могут права какие-нибудь выкатиться автоматом, на YouTube точнее. Хотя, по идее, от комментариев не будет. Смайл, нет, другие игры я не играю. Ну, а что-нибудь может... Как бы желания особого нет, но в принципе, может, когда-нибудь во что-нибудь поиграл бы, но времени нету. Я лучше с дочкой поиграю. Книжки почитаю. Бегемотиков из пластилина полеплю. Нахрену тигра. Жаль, что Блай проиграл. Посмотрите, приходит Мана. Ох, зарашил пилонами. Посмотрите, отключил кибернетку. Отключил бараки сейчас. М-кио поддержал ваш канал на сумму 250 рублей ровно. Хеппи и Блай тащите. Пами, спасибо за стрим. Спасибо, М-кио, тебе. Ну что, кто победил-то, я так и не понял. Мана, походу, победил. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok. Лагает Что там лагает? Ничего не должно лагать, по идее Как играют в доту и называются их бичами? Я с корешами играл как-то Но там обычно, если я начинал говорить Приходилось себе мут ставить Потому что Такие комментарии школьники не напишут Школьники отдыхают Марин Лорд Дрога 3.1, красавец Блай играет ли Блай с Шоу Таймом? Возможно, играют Блай с Шоу Таймом Реплейщики смотрят Блай Так Ну что Хэппи против Мана Появляются пары Серал Снут Блин, как жаль, что Блай один тур бы пройти Уже вероятность квоты была бы просто Ну очень высока Тем более там Серала мог бы он пройти И с Хэппи в полуфинале Еще встретиться Вообще бы круто было бы Ну все-то не сольются в лузерах Как бы я думаю Ну кто без квоты у нас вообще на данный момент Так Птидрога точно Блай точно Кто еще там? Ламба, не ламба Прошел вроде Я забыл Кто-то говорил Ну Птидрога слился как Блай Ну один фиг Если Блай сейчас проиграет Все, про шоу-тайм Про квоту можно забыть Вот что печально Ну Блай фаворит по коэффициентам Помните, кстати, играет Что на Вот здесь вот Вы можете запилить ставочки на кипбейте Естественно Это какое-то интересно Пилите Регистрируйтесь через черную кнопку Титан играет или нет Хороший вопрос Не знаю А, у Дайши еще квоты нету Дайши Эльвейзера 3.1 Вот Дайши к квоте приближается Или есть квот А, у Дайши есть квот Кода Я не знаю, кстати Как там у нас будет Все это Хотя нет Таузера одновременно С венерами будут начинать Сейчас И это хоро чо Так Я случайно нажал Откуда Дальше Дайши и Занстер Нет Марин Лорда Наверное Может нету Дайши есть Вроде Кода А, хотя нет Дайши же Хэпп проиграл Тогда Ну Дайши уже Венерах Он дальше Уже чем Блай находится То есть Блай он Нужно И сейчас И следующую Выигрывать Заверное Блай Нужно Заверное Верgee Вер biraz Рjoint Дайши Живую Дайши Нужно Watching Так, дальше, дальше, занстр, ктидрога и блай. Только дальше, в Венерафт прошел тур, значит он к квоте приблизился, вот. Ну, если остальные вылетят, а блай один тур. То есть, если, допустим, занстр и птидрога вылетят в первом туре лузерок, блай дальше пройдет, все, блай квоту получит точно. Если нет, то вот так вот. Батчер, шоу-тайм, как бы, я считаю, вообще фаворит с блайом. Ну, не то, что фаворит, блай, конечно, может выиграть там 50-50, но шоу-тайм силен очень, как бы он блай выигрывал раньше. Нужно блай постараться. Я ни на каком сайте ставки не делаю. Ну, если они втроем одновременно в лузерах сольют, да, то вот я хз как квоту-то, а будут распределяться. Оп, хэпич. Хэпич здесь. Захожу в игру. Захожу. Захожу. И... Захожу. Оп, начинается игра, поехали Хэппи против маны Отлично, отлично, ребятки Вторая игра Кстати, погодите Сегодня что? Ро-4 тоже сегодня? Вы говорили Или как? А, ну завтра лузеров Много будет и Финал, соответственно Да, сегодня полуфинал и венеров точно будут Ну что, если хэппи ману выигрывает То он попадает в полуфинал и венеров Это пятое-шеестое место Полуфинал и венеров, то есть 600 баксов Ну, вот CS поинтов мало Здесь всего сотка за первое место Ну, понятно, это челленджер Это фактически отборочный Здесь не должно быть много поинтов Ну что Надо брать реванш, уманы Вот так вот Вот так вот Ну что, мануальниксус через гейт ставит? Нет, я не официальный стример, но в игре получается попадать, всё в порядке. Заказать уроки у Зерга по Старкрафту? Обязательно. Так, минус пробка, хипит её гранаткой, подкинул минус нул. Причём у Зерга стоит уроки заказывать только если ты в ГМЛе находишься как минимум. Иначе смысла нет. Уровень аналитики, уровень всего запредельный. Я думаю, что нет смысла. Если ты хотя бы не ГМЛ этого делать. Так, ну что, реперком хипит ещё одну пробочку подрезал, между прочим. Что же, очень неплохо, я бы сказал. Адепт здесь у нас посылает и люди, хипит залетает. 30 очков нормально. Почему? Потому что бывает одинаковое количество очков. Сейчас, знаете, хипит прилетает и просто ману начинает здесь ковырять. Ковыряет очень даже успешно. Я бы сказал, гранаточку под сталкера ставит хипит, но сталкера ближе к себе даже подкинул. Робо у маны. Ну, когда-то хипит сливал мани, говорят недавно. И твайлайт пошёл. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Депошечки хипит строят. Маленькую на майне обороны нет. Никакой циклон на майне будет. Увидите количество мариков. Надеюсь, у нас трибер летает, что-то проверяет. Сейчас на мейн будет врываться. Разочек стрелял. Маны блинг. Маны блинг. 33-35 по Робан. 52-50 по лимиту. В пользу хэппи. Да не, вроде плакс особо нету, которые говорят. Там аут. Не знаю, может у кого особо горит. Даже нерч, в принципе, не пригорает. Ну, что делается в линг? Форжа. Заказан. Здесь мана всё раскачивает. Четыре газа уже добывают. Рево блайо стримит. Ну, смотрите, болечь из-за блайщика. Я же не могу разорваться в две игры одновременно стримить. Поэтому, ну, вот так вот как бы, да. Стримлю то, что могу. Это хэппич. Рево зерг. Он стримит зерга. Всё логично, в принципе. Так, подходят сталкера. Что, Манов решил, блин, пушить что ли? Похоже на то, кстати. Ну, у хэппича есть танк один, и второй есть танк. Сейчас сиджит тоже будет. Так, второй сиджится. Два медивака. Как бы, хэппич сейчас в безопасности, я считаю, уже. Фактически здесь сталкер рядом ходит. Манит. Так. Вижу, плюс три гейта ещё делается. Ну, шесть гейтов в мана есть, но без третьего некуда. Печально всё. И, кстати, если мана здесь хэппи, ну, дэмэджа много не нанесёт своими блинк-врывами, то у хэппи ситуация хорошая будет вполне. У мариков сейчас щиты будут уже готовы. И это замечательно. Ну, мана, я вижу, делает свитч уже. Атака адептам, точнее, глефы пошли для адептов. Прилетает призма. Нужен довар, ещё сталкеров ещё сейчас. Реву выгнали из игры шоу-тайма. А кто выгнал-то? Я надеюсь, не админы. ГГБРО поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно. Сотку за победу императора. Сотку за победу императора? Мне это нравится. Давай, хэппич, давай. Тащи! Приходят сталкера, стимпак у хэппи есть. Врыв от мана на мэн идёт уже. Так, нужно стимпачиться. Циклон приходит, мана собирается уходить. Да, уходит мана, два сталкера потерял. Ну, хорош хэппич, отбился, всё нормально. Третий нексус мана не ставит. Тут сейчас можно в лоб идти его убивать. Скоро будут танками. Константинск поддержал ваш канал на сумму 137 рублей ровно. Привет, Пами. Победитель попадает на ВЦС. Константинс СПБ. Попадают на ВЦС все уже. Из наших хэппи уже точно на ВЦС. Точнее, это ИЕМ готовится. И... Так, стимпачиться. Сейчас хэппич бункер мана пробил. Ничего более... Вот. А Блайу нужно хорошо здесь выступить, чтобы взять квоту, соответственно. Я буду надеяться, что Блай хорошо выступит. Так, идут разводы. Здесь что-то марики вперёд поломились, отдались. Ну, лимита хэппича больше. Это хорошо. Есть атака. Хорошо пармор заказать. Есть доварку ещё адептов и ещё адептов. Сейчас много прям будет уже. Спасибо, ГГБроль. Ребят, спасибо всем за поддержку. Так. С нулями попутал. Контакт в центре пошёл замес. Хэппи выходит и как-то разваливается. Знаете, что-то адептов у мана как-то много. Сталкерами блинкается вперёд агрессивно. Мана. Хэппич пытается улететь. Улетит ли? Улетают танки. Ну что, улетает Био. Хорошо, что уйти успел. Если бы Хэппи сейчас не успел уйти, то это ГГ уже было бы абсолютно точно. У маны блинк. Как агрессивно он играет. И Хэппи ничего пока... Не то что ничего не может сделать, но тяжело отбиться. Тяжело отбиться реально. Здесь у нас сталкера заходят. Причём собирается ловить дропы. Я как понимаю, Хэппича мана сейчас. И, кстати, это можно успешно делать. Вот как раз там, где мана находится. И Хэппи прямо летит сюда. Но сталкеры ушли. Повезло. Как Хэппичу сейчас? Ё-моё. Куда мана двигается? С сталкерами давайте посмотрим. Он двигается к респу сейчас. И заходит на респ. Хэппич мимо здесь летит. Так, на бусте пролетает. Прямо рядом со сталкерами. Хэппич за контроль. Раз. Минус медивак. Два. Минус медивак. Это ГГ практически. Здесь для Хэппи. Куда полетел? Что делать? На хрена лететь? Вот сейчас. Выход делай один. Просто третью СС-шку Хэппи не пытается сделать. Мана то есть ни хрена не сделал своими блинк врывами. Так, скан об серверов вообще не сбивает. Второй скан пошел. Особо не сделал своими врывами ни хрена мана. А Хэппи пошел. Отдался там чуть на дропах на каких-то. В итоге у маны будет шторм сейчас. И вообще будет не расконтролить. Так, танки есть. Три штуки. Хэппи третью СС-шку уводит. Адепты врываться пытаются. Так, со стороны маны. Миночка копается. Адепты прямо в биозы заходят. Минка по сталкерам залп делает. Танки зафокусил мана сейчас. Лимиты очень близки. Практически одинаковые. Я бы сказал бы. Биус мэна от Хэппи еще выходит. Великолепно. Адептов развалил сейчас. Сталкеров развалил. По лимиту вперед выходит. Контроль начинается божественно. Здесь контр-дроп пошел. Шторм и фидбэк. И выбивается дроп. Ну, хотя бы Хэппи понимает, что сейчас шторм будет. Но 107-77-30-ка. Преимусь-то по лимиту. Это все боевой лимит. И пошел дропчик на мэн. Да, со стороны Хэппи. Именно так и есть. На мэне будет мане тяжело отбиваться. Валерий Крэм. Валерий Крэм. Валерий Крэм. Шоутайм против стримеров. Ну сблавим некоторое.. Я говорю, сблавим просто некоторые задержку просят. Против стримеров там бывают. Это старая слава была, что он якобы палит стримы, до сих пор работает, во-первых. У вторых рево, кстати, действительно возможно без задержки стримит, поэтому такое дело. 95, 121, хэппи третью ЦЦ вовсюду бывает, здесь еще выход идет, но шторм-то нужно как-то развести, он призма стоит, хэппич пролетает мимо призмы, здесь адепта надо на ксилнаге Пользователь запромеган активировал премиум на ваш канал. Так, выходит много, био 127-97 по лимиту, но от шторма ты никуда не денешься сейчас, вот в чем проблема. Перекапываются минки, фатонка строится, все на мэне, тут вообще добычу заблочил хэппи сейчас маня. Так, идет мана вперед, гасты сейчас заказаны, 138-100, нужно ли до гастов вообще драться? Ну, адептов на ксилнаге можно поподрезать, сейчас очень неплохо, что хэппич и делает, но марика одного отдал. Так, минки идут вперед, залп, мазеркор только вылетел, сразу минус мазеркор, красота-то какая, а. 141-112 по лимиту. Так, 4 медивака передроп, на мэн идет к мане сейчас, хэппич врывается на третью, отвлекает ману, идеально отвлекает, мана возвращается, а сейчас как раз и дропчик врывается, дропает же хэппич, дропается хэппич, стимпак минус мэн походу будет вообще. Ну, не полностью мэн, но много зданий хэппич подбрит, бараки начинают падать, сталкор еще тут на муве приходит, отдается, здесь контур-врыв от мана, но есть гасты и гг, он пишет, хороший хэппич, молодец, вообще законтролил, просто царь. Продолжение следует... Спасибо за премиум и за поддержку. Продолжение следует... 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 можно будет за ним посмотреть. Потому что если Хэппич сейчас выиграет ману быстро, то можно на блаю переключиться и попытаться. Ну что, Хэппич обошёл. Сейчас ману, сейчас призму можно сбить вообще, Хэппич. Ой-ой-ой, призма здесь рядом. Блин, не получилось. Призму сбить, к сожалению. Так, сталка пытается фокуснуть. Уверчаж, ну куда ты Хэппич Медиваки фокусить ману? Ну правильно, он молодец. Так как Медивак фокуснуть сразу же не отпустить называется. И это очень грамотный момент. Всегда оверчажам я ещё в Хоции говорил очень, что там на Некстус правда был оверчаж. Всегда оверчаж на Медиваки ставить надо тиранам. Почему? Потому что есть, во-первых, очень большой шанс, что вообще ты собьёшь всех юнитов Медиваки. Во-вторых, они точно не уйдут, а так как бы, ну, не в двенадцать, не в ста процентах случаях, конечно, так нужно делать, но в большинстве случаев. Так, прилетает призма, мана делает залп. Сейчас здесь стабилизатором неплохой дэмэдж наносит. Но есть два циклона, два циклона с призму захватят, там вообще моментально пробреют. Так, Хэпич выходит в центр, может камни уже разобрать имеет смысл. Так, стимпатчица, призма рядом висит. Так, дропается, сейчас мана или не дропается. Не, не дропается, Хэппи бегает, что-то проверяет. Ну, спалился Хэппи, мана его заметил и улетел. Нужно камни пробивать. Так, один только циклон захватил, не получилось бы убить призму, даже если скан был, там ренжа не хватало. Просто 91-92, посмотрите, боевого Хэппи больше, но попробуй ты еще в лоб разбери. Так, стимпатчица Хэппич пытается призму нагнать, призму так просто-то не нагонишь. Так, минки здесь. Нужно делать дроп одновременно, просто в лоб. Вот так вот, я думаю, навряд ли получится ману разобрать. И самое главное, что Хэппи такое колоссальное преимущество просто отдал сейчас. Просто отдал. Так, стимпак, на третий Хэппич приходит Хэппич. Есть дестабилизатор, стреляет в молоко. Минки поближе бы переконтролить. Так, фукусят циклон очень неплохо. Дестаба нужно было бы фукуснуть бы, на самом деле бы Хэппич утря не фукуснул. Третий Хэппич отменяет молодец, но лимит-то одинаковый до сих пор. Так, дестабилизатор. Пару мариков смог сбрить сейчас мана. Но Минки, кстати, тыл просто прикрывается и вдруг захочет чертяга сзади зайти. Два либератора строится, может попытаться сбить, но на скорости призму поэтому тяжело сбить. Так, фукус пошел. По имморталу там настрелял сейчас циклон. Минки хорошо, опять же тыл прикрывает. Опять Нексус Хэппи отменяет мана. В этот раз эскейп успел нажаться. Циклона от контроля лувел. Либератор летает, но со скоростью призму не может либератор выбить. Нашелтайм всех стримеров. Чертон, чертанский стиль называется это. Хэппи 112-97, Хэппи тут отбегает от манючка. Призма рядом стоит, Хэпп пытается найти. Блин, вот как мана успел увезти, успевает. Ну а как я хочу? Мана вообще как трупак играл. Конечно, если Хэппи будет всех разбирать, но все будут трупаками. Не, ну это будет круто, конечно, Хэппи много денег-то будет, он всех турниров будет тащить. Ну тогда с корейцами конкуренции никого не будет, поэтому пусть лучше Хэппи разбирает еще, чтобы все не трупаки были, а реально крутые. Так, здесь у нас Либераторы выставляются. Забегание от Хэппища идет. Сейчас стимпатчица приходит. Либераторы вообще ничего не прикрывают. Не заметил, как мана реально сейчас пришел. В это время забегание ко второй базе в третьей со стороны Хэппи идет. Либераторы выставляются. Под блинк от маны и стабилизатор в молоку. Хорошо, Либераторы там дэмэджи навыдавали. Нужно врываться на хайграунд. Пилончик надо минуснуть бы. Третий Нексус Хэппи сейчас минуснет. Адептов выманил сейчас. Адепт минусует. Надо второй Нексус, я думаю, минуснуть бы Хэппи еще. А не, мана отступает. Тогда нет, не надо второй. Надо третий минуснуть и уйти просто спокойно сейчас. 2 в 2 базы, тем более. А нет, третий Сэшка летит. То есть 3 в 2 получится. И все замечает. Так, сталкеры приходят. Хэппи тем паче сапилон подрезает. Нужно улетать просто сейчас. Что Хэппи делает? Красавчик. Мана заметил, куда юниты сели. Попытался медивак вкуснуть. Нужно сныкаться. Хороший сныкался сейчас Хэппи. Здесь призма все еще летает. Третью Сэшку занимает. Соплай блок у маны по грейдам 1-1. У Хэппи нужно бы армори добавить, заказать уже грейды еще. Но у маны по нулям он вообще форжу не имеет, кстати говоря. Почему Хэппи не контролил? Вот это направление врыва я просто не понимаю. Вот опять мана заходит на халяву, посмотрите. И сейчас 3-ю Сэшку пробреет Хэппичу. Сэшку отконтроливает. Ну врывайся ты Хэппич на оклике. Нужно не только 3-ю, нужно и 2-ю пробревать. Здесь еще призма на мэйн прилетает. Смотрите, то есть развод идет жесткий, просто жесточайший. Так, Хэппи врывается. Скан. Здесь мазеркор. Мимо, кстати, от пилона отлетел. Но в пилон минуснуть просто, конечно. Мана возвращается. Хэппич не Ксус просто минус не. ГГ Мана. Красота. Просто красота. Здорово. Фрэш. 2-0. Так, спасибо Хэппичу за инвайт. Я разрешил кидать группу. 1-0. Продолжение следует... 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 Не знаю. Посмотрим, что. Буду глудить иногда. Все спрашивали, где-где можно посмотреть. Вступайте, там точно можно будет посмотреть. Уже больше 500 человек там. За что? Всем спасибо большое. Так, стимпак заказан, щиты заказаны. Три барака, сейчас работать. Танки, две штучки. Есть мана, тут опсом летает, кстати говоря. Может, опса имеет смысл принять. На этой карте очень сильно, кстати, можно напрягать. Если бы мана жил бы здесь, вообще бы идеально было бы тогда, конечно. Таким билдом напрягать. А на кроссриспах, конечно, потяжелее. Делается блинк, делается призм. Что-то на первую игру будет похожее. Так, плюс четыре барака. То есть, это шесть бараков блинка опять с переходом в адептов будет, насколько я понимаю. Хэпища боевого лимита больше. Ну, мана просто сейчас начнут варпить. Конечно, шести бараков, конечно же, нагонят. Так, здесь что-то... Посмотрите, какая точка сбора. Танку выйти не на это, надо перевести его. Отсюда, конечно. Вывести. Марик блочит, почему он сюда-то выходит, а не с этой стороны. ХЗ. Сейчас посмотрим, следующий, куда будет выходить. Здесь танки перекрывают все. Ну, хотя вот этот газ можно, например, подрезать. Выходит еще один танк. Залп по сталкерам прошел. Желтенький и ХП. Паляк сцело. Да, варп еще идет. Хэпищ на мейне будет отбиваться. У него дохрена здесь народа. Маляки со щитами уже. Нет, здесь мана уже ничего не сделает. Можно обсервера подбрить, например. Хэпи видит обсервера, подбривает его. Красавчик. Да, танки сюда все время выходят. Приманил Хэпич под танки. Все горит, но, блин, только поля снимает. То есть, дэмэджа сталкер особо не получает. Но сейчас может сильный выход от Хэпича получится, на самом деле, на танках. Вот такой начальный тайминг, но он сильный, на самом деле, очень. Адепты будут врываться на мейн. Но у Хэпи бункер предусмотрительно. У Хэпи тут циклон оставлен. Так что можно и выход делать, на самом деле, пытаться. Так, будет Хэпи выход делать, пытаться? Думаю, что да. Два медивака еще плюс тройс. Пять сейчас будет. Так, здесь пиончики ставятся. Пошел скан. Надеюсь, залетает медивак. Ой, призма Хэпи идет вперед. Су-4-117 как-то маны значительно больше по лимиту. До шторма уже Хэпи прийти не успевает, что очень печально. Фулгор поддержал ваш канал на сумму 700 рублей ровно. Спасибо, Фулгорыч. Очень приятно, серьезно прям. Адепты ворвались. Тут как-то нет. Вот в этой игре у Хэпи все очень печально, пока призму не пытаются вкуснуть. Да, варп адептов пошел. Сейчас они все развалят. Здесь Хэпи стоит, полгода ждет. Ну, есть только одной какой-то молниеносной атакой. Хэпи сейчас разберет ману. Танки дропаются прямо сюда, ближе от сталкеров. Не знаю, где медиваки. Че, где мазерфор? Не знаю, летает. Хорошая атака в стороны Хэпи еще уходит. Но еще адептов нужно для начала разобрать на мэне, даже если Хэпи здесь третий некус развалит. Так, пошел врыв от маны вперед. Так, стармы нет. Мана отбивается. 60 лимит на 100. Это ГГ, ребятки. Три базы в две. Это полный провал по боевому лимиту. Это призма не сбитая на мэне. Не хватает мультитаска Хэпи еще сейчас. Блин, как бы сейчас не провалить-то дальше бы всю вот эту оборону. Ведь можно и провалить. Призму все-таки вроде сбил. Капич на мэне. Титан не забил. Он занят был, в общем-то. Блай 1-1. Красавчик, Блай. Откуда инфа, если никто не стримит? Так, ЦЦ-шечка перелетает. 4 плюс адепты еще варпятся. Выходит Хэпи 4, 71, 131. Полный мэн. Это печальная очень ситуация для Хэпи. Я думаю, что ему уже не втащить. Ну, карта такая какая-то гигантская. Хз. У мана как-то вот эта призма сверх жестко ворвалась. Хэпи готовился. Бункеры, циклоны стояли. Но нужно циклоны как-то поставить так, чтобы вот это место никто не прикрывал. Блай в скайпе сообщает. ГГ Хэпи пишет. Понимает, что не вытащить уже, к сожалению. Захожу. Не получилось на ноль ману укатать, к сожалению. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Очень-очень приятно. Хороший пригорать, ребят. Давайте жить дружно, как говорится, в чатике. Так, нет, это было 5. Вот. 2-1. Хэпи все еще ведет. Орбитальная верфь. Ну, карта хорошая, но она для всех хорошая. Нет, будем надеяться, что проклятие 2-3 не повторится. Тем более, Блай его переломил в тот день. Не слил он все-таки. Что-то фантазирует, и ГГБ, и Тирана. Тираны всегда были в первом Старкрафте, я считал, самый сильный раз, и вообще, в принципе, если с руками играть, и это флэш доказывал. Ну, вот. В втором Старкрафте никогда Тираны тоже слабыми не были. Просто проблема Тирана в чем? В том, что на слабых левелах игры, как бы, чтобы Тирану быть на самом высшем уровне, ему нужно просто великолепнейший контроль, как у Хэпи. Ну, а на слабых левелах другим расам иногда попроще бывает, да, там, как бы, через Аклик, чем Тирану. Потому что Тирану все-таки контроля побольше нужно. Но на самом высшем левеле, там, всем нужен контроль гигантский просто, который заключается не только в контроле в одном месте, по контролю в конкретном бою, Хэпи еще, видимо, по скиллу Варкрафта, он один из лучших, наверное, игроков в мире. Но еще есть мультитаск, еще есть дозаказ, еще есть макро, там, и т.д., и т.д., и т.д. Тиранам действительно непросто играть, но зато, если поставить себе цель, допустим, увеличивать свой контроль, уровень набирать именно, как бы, да, то есть не просто АПМ, как бы, а быстрее играть, то, в принципе, будет левел подниматься за всех, хороший. Все, значит, будет все, не игру. Вот игры идут, как бы, смотрите только. Так, одна базовая какая-то тема, кстати, от Хэпи. Умана и Прокси Старгейт, похоже на то, что умана и Прокси Старгейт, Мазеркора нету. Да, пошел Прокси Старгейт. Это, кстати, очень опасно, но с другой стороны, если Хэпи сейчас с Медиваком вовремя ворвется, то есть раньше, чем к нему Аракул, может получиться очень круто, но нужно чем-то минеральную линию прикрывать свою. Вот Минка всего одна, вторую бы Хэпи заказал сюда Минку, было бы вообще круто, но второй Минки нету. Так, выкапывается Минка, на мейн приходит, Старгейт еще не готов, но скоро будет готов. Что, полетел передроб, Марик, а одного нету. Ну почему пять-то, не шесть? Ну, ё-моё, это сейчас Марик дома не хр... А, хотя нет, посмотрите, Минка будет у Хэпи отлично, отлично. Если сейчас Аракул ворвется и на Минке отдастся, например, то вообще замечательно все будет. Она так закопана, что рабочие постоянно через ее ездят, обнаружить так вот сразу прям непросто ее. Передробщик будет хорош, что... А, два Сталкера, Адепт, здесь, кстати, Пилона еще нету, у Мана до сих пор там на второй базе. Куда Аракул, мне интересно, будет врываться на второй базе, это вот вообще прикрытия нету. Хэпи на бусте, врывается сейчас, видит Сталкеров и Адепта, сейчас дробщик нужно делать. Минка прям под Пилон, нужно ли прям под Пилон было ее копать, вот в чем вопрос сейчас основной заключается. Минка выкапывается, закапывается, залп, минус две пробочки сейчас Хэпи сделал, Марики дропаются заново, контроль Марики просто великолепные. Мазеркора-то нету за счет того, что Мана через Аракулы играл. Аракул врывается в минеральную линию, Мана залетает сюда. Марик стоит здесь, куда Мана? Так, увидит и пробок. Минус Аракул, красота, вообще дома идеально, Аракула минуснулся, здесь пытается минуснуть Сталкера, минусует Хэпи, пробоку подконтролил, закатил, но Парабам отстает до сих пор сейчас. Циклончик строится, Аракулу больше Мана не строит, но дома отбился Хэпи, но экономика так себе, ну 3-я ЦЦ-шка зато будет, и технологий-то здесь особо нет никаких. Паузу так же просит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, неплохо здесь Аракула гоняет Циклон. Что-то я не в тайминг возобновлений, мячка ворвался. Поли Миду Хэпич уже впереди, 3-я ЦЦ-шка вовсю работает, Аракул домой улетает, мог погибнуть он в принципе. С этих Хэпич не понимает, похоже, что прокси Старгейт был. Можно минуснуть пилон Старгейт. Так, 3-ю ЦЦ-шку Хэпи начинает добывать. Мана только-только, они Эксус заказывают. Стимпад будет готов уже сейчас, поэтому Мана 3-я ЦЦ-шку не отменит. Хэппи нужно просто побольше био сейчас добавлять. Скоро, в общем, будут готовы и щиты. Туретка готов. Кстати, Observer почти в ренже туретки висит. Мана видишь, что туретка строит, то велкси. Да, если бы он здесь висел, его бы, наверное, видно было бы скорее. С убитыми рабами это интерфейс, это карту нужно правильную создавать, а игроки, что создали, то и создали. Так, ревелейш кидается, циклончик захвати его. Нет, не захватил, там один или два выстрела нужно. 105-89 по лимиту. Мана пытается выйти Шторм, как и в прошлой игре, собственно. Хэппи делает выход под ревелейшн, поэтому будет его видно. Еще один ревелейшн от Маны пошел. Какая-то дальность ревелейшна от каста у Аракулы большая. Мне кажется, можно немножечко снизить ее, потому что он очень халявно выкидает. Хотя, с другой стороны, просто по скилу нужно делать на местности. Это Мана по скилу и делает. Вот один-один, у Хэппи две инженерки. Две, да, инженерки прошло. Извиняюсь. Задумался, инженерка ли это? Да, инженерка пробивает камни, Хэппич. Кстати, у Маны вообще ничего сейчас практически нету. Можно и передропаться, и попытаться ворваться. Есть блин, конечно. Так, пилды пошли. Так, отблинкнулся Мана. Вот сейчас на блинке, вот если видел Хэппи, сразу загрузил, сюда полетел, блинк-то на КДшке. И вообще неплохо можно было поворваться. Не пачется Хэппич, убивает Билон. Так, пробка здесь рядом находится. Еще приходят юниты, может зайти, кстати, филдов-то нету здесь. Хэппи уходит куда-то. Здесь у нас адепты с призмой. Так, врывается Хэппич. Что боится-то, я не понимаю. Билды Мана не успевает ставить, очевидно же. Боится адепта, видимо, Хэппич. Шторм еще не готов, скоро будет готов. По лимиту преимущество очень серьезное на стороне Хэппи. Просто гастов успеть сейчас запилить нормально, и все будет хорошо. Так, турецки пошли по периметру. Правильное решение абсолютно. Все больше и больше юнитов у Хэппи здесь появляется. Штормовички здесь. Шторма нету, Мана, посмотрите. Три секунды до Шторма. Хэппи очень повезло, что сейчас Шторма не было некоторое время. Пошли Штормы. Хэппи убегает, теряет юнитов. Не, мало. Минка делает залп. Так, а Шторм еще есть? Да, еще есть один Шторм. Стимпачится. Хэппи сплитится очень неплохо. Сплитит хорошо, что только по мародерам Шторм фактически попадает. Сейчас и Хэппи больше, чем Мана. Он просто заходит сюда. Архончик готов. Нужно бы фокуснуть. Архона фокусит Хэппич. Да, Варп от Маны прямо в бой идет. Минки копаются. Очень неплохо. Залп от Минки проходит. От первой. От второй залпа пока нет. Вторая делает залп по сталкерам великолепный. 120-85 по лимиту. Фактически 119-85. И Хэппи додавливает Ману. Это 3-1. Это Хэппи в полуфинале. Фактически чемпионат Европы. Штоп-16 ладера здесь участвует. Красавец Хэппич. Начал тащить то, чего мы от него долго ждали на самом деле. Продолжает здесь прессовать Хэппич. Адептики падают. Понемногу. Но нужно подтягивать ТВ все, что Хэппи в принципе и делает. Прибегает все на стиме. Минки ближе еще копаются. Но Мана успела фокуснуть. Одну вторую. Так. Минка хочет сделать залп. Залп сделать все не успевает. Она до сих пор. Мана подходит. Как вокруг Минки-то контролит Хэппи. Замечательно. Так. В кого-то Минка стрельнула. Я так и не понял. В кого. Ой, Мортал. Ой, как мародеров-то. Имортал щелкает. Хэппич отойдет. Изилки танкует. Что ж ты делаешь-то? Так в наглую дерет. Хэппич пошел врыв на блинке сейчас со стороны Маны. Так. Ну тут мародеры нормально напрессовали. Имортал бы фокуснуть. Что Хэппи и делает. В итоге фокуснул Имортал. 119-93. Мана отбивается. И барабам-то ровно. Да как так и получается. Все. Уже казалось убил. И хрен там. В итоге не убил. Так. Здесь камни пробиваются. Либератор тут куда-то полетел. Бежит Био. Сейчас можно дропнуться. Ну Марик там всего один. Что он сделает в Т-Призме? Один Марик. ДПС не хватит. 2-2. Хэппи не заказывает пока контролил. Ну емае. Ну вот. Ну что за... Минус пилон, минус торги. Здесь два старпорта у нас стоит. 146-23. Но Хэппи впереди по лимиту, конечно, до сих пор. Но у Маны Шторм, у Хэппи Гастов до сих пор нету. И это вот очень печально, мне кажется, обстоятельством, честно говоря. Потому что, ну, нужно дожимать было. Нужно было дожимать. Как Хэппи не дожал. Здесь просто чудеса. Ну и Мародеров под Иммортала подставил сейчас. И в итоге не смог дожать. Так, здесь-то армы новые кидаются. Хэппи увернулся. Идет давить. Сталкеры вообще здесь не всю армию манов что-то держат. Вот здесь вот, на этом направлении. Это очень странно. Мне кажется, пилоны теряют. Сторг будет 135. Так, мана хорошо фуку сейчас Либераторов. Ну, один все-таки выжил. Ну, а что такое один Либератор? Один это уже не четыре. Ну, у Хэппи четвертая добывается, в отличие от Блая. Вот что хорошо. Гасты подходят сейчас сюда. Так, можно покуснуть. Можно ЕМПшечку кинуть. Попытаться. Так, призму пытается Хэппи покусить. Ничего не получается у него из его мероприятия. Здесь мана отбивается и лимитера. Просто. Да, Викинга я не знаю. Мана построить одного. Почему не построить-то два Старпорта? Где грейды? Где? Как мана отбивается? Блин. Пальцем еще ударил. Реально, как так Хэппи умудряется делать? Сам не понимаю. Просто, если честно. Минус либератор тут мана на халяву еще подбревает. Хоть Сталкера забрать, я не знаю. Бежит Хэппи вперед. Ломится просто невероятно агрессивно сейчас. Еще одного либератора потерял в итоге. Вынужден отступить. Четвертая база добывается. Мана там дистанц-майнингом занимается. Сейчас, так, Сталкера дэмэджи наполучали. 2-2 готово будет. Это хорошо. Сейчас адепты тут дробов достают. Это нехорошо совсем. Так. Планетарка тут выдает. Где вообще? Где юнит какие-нибудь? Какой-то мародеры там полетели. Так. Пятая база у Хэппи. Это планетарка, между прочим. Мана остается только квот и это, дистанц-майнинг. Полиэмид у Хэппи вперед вырвется, конечно. Птидрога с Занстером вылетели. Если Блай пройдет, то это квота. Но если Блай даже проиграет, получается у них переигровки еще за квоты будут. 3-3 у Хэппи. Это очень хорошо, что заказано. 160-147 по лимиту. Сталкеры куда-то идут. Хэппи просканил. Здесь Абсервер пошел за Хэппи еще юнитами. Так. Мана ловит Хэппи на муве сейчас. Либераторы вообще ничего не прикрывают. Что за бред-то такой? Минка делает залп. Залп, конечно, неплохой, но не дает победы, естественно. Либераторы пустое место сейчас охраняют. Разве что добычу блочит на них всех. Да уйдешь ты, Хэппи. Гастов нафокусил что-то ман. 139-176. Куле имеет хорошо. Призма наконец-то погибла. Но отступает Хэппи домой. Для Блая только шанс атаковать. Наверное, в лоб сейчас. Либератор прикрыт. В принципе. Гастов, правда, нет ни одного. Это очень печально. Либераторы возвращаются пару штук домой. Хэппи отступил назад. Да Лепок, кстати, назад отступил. Либераторы раскладываются, перекрывая врыв мани сейчас. Нужно ближе разложить их. Здесь четвертый нюксус подблочен все еще. Минки. Хороший залп от минок сейчас. Но по штормам Хэппич любит гулять. Очень сильно сейчас дома. 4 иммортала. Но они не спасут ману, потому что слишком большое преимущество. Все-таки я зря тут переживал. Хэппич по экономике ману пересидел. Перемасил 3.1 Красотун. Мужчина. Сирал снуд. А почему? У Сирала снуду 0-0 что ли? Я чуть не понимаю счет. Что-то вообще счета нет. Или просто нет инфы? Сейчас попробуем что-нибудь посмотреть мы, конечно. Тайма кого-то разве нету? Квота нету Птидрога. Дайши была из Анстера. У Шоу Тайма есть квота. О чем ты говоришь? Да, никто Сирала снуду не стримит, к сожалению. Дайши была из Анстера. Да без Манчистера они точно играют, поэтому здесь смотреть нет смысла. Так, ну что, Хэппич уже прошел, результаты обновили. Блайя нужно Шоу Тайма тащить, естественно, чтобы квоту получить. Если Блайя выиграет, уже квоту получит. Это просто красота. Но нужно затащить. Полуфиналы будут точно сегодня, я буду к Хэппи врываться. Так, лозера вот третий раунд. А вот это уже завтра. Лозеры раунд 4, лозеры раунд 5, лозеры раунд 6. Вот как-то так, короче говоря, ребятки, будет. Ну что ж, ждем. Мне нравится, что возвращаются такие системы игровые с лузерами, как раньше, дабл, что возвращается. Потому что дабл всегда прикольно было смотреть. Это больше игр, это круто. Так, у меня Снуд где-то был. А вот он Снуд играет. Так, ребят, знаете что, перекуснуть мне нужно немножечко. Поэтому я быстренько оторвусь, поставлю греться. Марин Лорд Ливу выиграл, крядин красавчик. Продолжение следует... 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 такой стрелок ковер мы вы купите с карьерами да, ковер серьезный, конечно так, блаю не буду заходить, там стримов нет, сюда тоже не буду заходить секундочку секундочку смутерал 2.2 а где инфа об этом вообще есть а вот 2.2, счет, а выставили счет, все, я понял все, я понял откуда-то взял инфу, но я жду, сижу просто блай в лобе, не знаю какой счет там блай короче, ждем пока хапище начнет, буду вырываться блай пока что в лобе находится надеюсь, что блай будет выигрывать но туда не пускает, шоу-тайм никого, поэтому не попасть никак так, все, сейчас быстрый перекус и к вам возвращаюсь итак кстати два Продолжение следует... 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 Ну что, прессует шоу-тайм Блая сейчас, ну Блая Микоза грамотно выкидывает, королев много, Феникса прилетает, Блая отступает назад, лимиты ну очень близки, Блая в угол зажал шоу-тайм сейчас, нужно дронов выводить, иначе ГГнчик будет сейчас Блая, ну Блая ГГнчик, потому что он не может просто отбиться здесь, и это очень-очень печально, если честно, так как Блая не получает квоту пока, ну вроде как втроем они проиграли в лузерах, я не знаю, как там теперь с квотой вопрос решаться будет, посмотрим. Казалось, вроде как нормально Блая дрался, да, как бы, но Микоза не хватило, и Блая разваливается в итоге, слишком архонно зарешали, здесь фаерболы пошли, но увы, нет, здесь уже не затащить. Хэпич пока не инвайтит, Хэпич с нутом будет биться, это хорошо, хороший такой матч будет, но Сирала зато Хэпич выигрывал уже, Сиралом как-то увереннее он играл, посмотрим, как сосну там, у 87 на 164, здесь все еще видно в этой игре, к сожалению, Блай проигрывает, но Занстеры и Птидрога тоже проиграли, то есть, может быть, между ними тремя будет переигровка за квоту, может быть, к какому-то другому принципу будет там это все, я не знаю, я надеюсь, не по счету там все это будет, конечно, больше распределяться, это печаль, ГГ, сейчас Блай, Шоу Тайм побеждает, жестенько, ну что, ребят, все-таки даем я, вот. Так, секундочку, ребят, все, сейчас приду. Продолжение следует... 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 Ну что, по одному полуфиналу, возможно, так и есть. Ну что, в лагерях. Дай бы, что будет на следующей неделе с Близзами решать полуфиналы по очереди. Но я через кого-нибудь постараюсь ворваться в... Через кого-нибудь запрыгнуть постараюсь. Дай бы, говорит, что на следующей неделе будут решать по поводу полуфиналов. Продолжение следует... Так. Новые фотки из Баркрафта приходят. Пока демонстрирую вам. Спасибо, что смотрите, ребят. Ну а я жду вместе с вами. Не знаю, сейчас буду следить за буржуйскими стримерами. Через них буду прыгать. Например, французы тут есть у меня по real-id добавленные. Так что жду пока, что вместе с вами. Так, секунду, сейчас вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, попытался заскочить. Вот, заскочил к Нерчу Марин Лорду. Надеюсь, не кикнут. Вроде как народу достаточно много. Посмотрим. Второй полуфинал Happy против Смута будет позже. Два ТВЗ получается у нас. Так, Марин Лорд как раз спрашивает. Знаете ли вы... Что будет со следующей квалификацией? Завтра будет ничья отыграна, кстати говоря. Ну что же, а во сколько завтра? Блин, а завтра же турнир для молодых. Бзик пилила, прикиньте, ничья будет отыгрываться. Блин, что? А как я буду не стримить ее? Это будет не очень, соответственно. Надеюсь, все будет нормально. Чайку нужно заварить. Подписывайтесь на наш канал. Пbalдение 6. то seeing. Есть. Фуэнкет. П sausages. Блин, что нравится? theater. Трениз burgers. В rozumе Evet. Время орThis серьезно. Продолжение следует... Так, написать не рчу про очки, тогда точно из игры смотреть не получится. Так, сейчас начнется, когда нужно будет чайник помыть быстренько, сходить. Спасибо за поддержку, ребят, всем еще раз. Спасибо. 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 Нельзя не стримить. Все, отличная в игре. Всем спасибо. Пойду чайник помою, вернусь сейчас. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так. Ну что, здесь риперы летают, пытаются подхарасить двумя риперами, Марин Лорд. Продолжение следует. Так, ребят, здорово, кидос. Ну что, вскапливаются все больше и больше риперов. Здесь уже свитч пошел в био, в простое. Третья CC-шечка. Мерча Evolution строится. Такой ранний Evolution очень подозрителен. Уж не дропли какой-нибудь здесь намещается. Может быть. Постебали друг друга. Так, очень неплохо здесь риперами контролят Марин Лорд. Да я вижу, что они обсуждали. Просто я чайник мыл. Спасибо за информацию. Нерч здесь уворачивается с гранаток. Очень неплохо. Но роучу очень опасно. У них гигантский ДПС. Риперы окружены в итоге. Граната еще одна пошла. Все взрывается. Добивает еще двух роуч и Марин Лорд. Ну, Нерч заловил риперов всех. Белхов и Том. Том. Лейер у Нерча. Третья хата. Лимиты пока одинаковые. Но здесь-то 30 Ц-шки. Это очень-очень опасно на самом деле для Азарга. Здесь двое инженерки. Сейчас будет 1-1 заказано. Армор заказывает Нерч. Плюс один пока не заказывает. Так, секундочку. Все, все нормально. Коготь у Нерча пошел. Второй эволюшн добавлен. Но это не потому, что завтыкал. Так, разница по грейдам Нерча, кстати, не втыкал совсем. А, передумал Коготь. Смотрите, заказал Коготь, передумал Коготь, заказал ренджовый сейчас грейд. То есть на ходу Нерча придумывает. Во что бы ему сейчас сыграть? Третья Ц-шку, значит, Марин Лорд добывать. По лимиту даже больше, чем Зерга сейчас было. Ну, вот сейчас Нерча вперед вышел. По рабам вообще одинаковые. Третью Ц-шку никак Нерча не мешает тут Марин Лорду добывать. Стимпак уже есть. Медиваки уже поперли. Преимущество тирана просто гигантское здесь, нужно сказать. Так, здесь Уверстир летает. Двойной дропчик пошел, но надо мимо к силу Наги лететь, естественно, иначе спалятся он. Щиты не успеют доделаться к моменту прилета дропа, поэтому без щитов будет Марин Лорд. Биться здесь плюс овер из-за контроля. Вот сейчас Нерча вот здесь вот развесит, он дроп заметит. Стимпач Самарин Лорд мариками двух оверов подрезал. Мародерами приходят тут к флееру, пытаются пробрить. Роуч выходит. Роуч минус, здесь минус рабочие пошли. Ну, неплохой дроп такой. Здесь в это время врыв идет Реваджер и Ромыча на вторую базу Марин Лорда. И он отступает назад. Контроль очень хороший. Демонстрирует. Здесь дроп на мэйне все разобрал. По лимиту Марин Лорд просел сейчас. Но очень круто подрался, я вам скажу. Этим дропом почти здесь убил. Передропчик идет в другое просто место. Ну, тут Нерч готов. Это странный передроп. Но самое главное, что в лоб отбился у нас тиран. 44.67 в пользу тирана. По рабочим это для Зерга просто катастрофа на самом деле. Придется Нерчу сейчас врыв делать, пытаться к оппоненту. Но боевого лимита чуть ли не в два раза больше. Может, тут, конечно, из этого получится. Но уже есть танчик и прирост хороший. Поэтому я сомневаюсь, что что-то получится. Хэпич будет биться сразу после этого полуфинала. У нас все по очереди. Как-то так. Так, фугасы. Нет, фугасы вот доделываются. Марин лорда-то я знаю, как. Вообще, это... Мерчата как зовут? Я давно давно знаю. Вот Марин лорда я никогда не знал, как зовут. А, будет глянуть, как Марин лорда зовут сейчас. У меня аж открыто. Ликвипедия, я мог бы соврать и сказать, что знаю. Но честно признался, что ни хрена не знаю. Так, отступает немножечко нерч. Прессинг идёт. Здесь 2-2 агрейды. То есть ССР даже 2-2 не делает. Полный улын идёт. Сейчас по лимиту пока нерч впереди. Но я вижу, что ему не получается продавить. Плюс он лингов почему-то тоже не дозаказывает. Странно. Да хотя у него и ресурсов нет. Есть два танка, есть Био. Всё новое-новое выходит. Тут медивак четырьмя мариками полетел. Нерч какой-то тут заходит. Попытался медивак воробрить. Не очень-то получилось. Марикел, трогнул Марин Лорд. Здесь контроль идёт. Мародёры в бункер садятся. Из бункера 7 рейнджа. Это просто гигантский рейндж. Где-то досюда, наверное, достреливают мародёры. Я в курсе про тайбрейк завтрашний. Я не знаю, что делать с турниром для молодёжи. Блин, мы и так переносили в дик. Там машнил-машнил. Как-то будет не очень. А тайбрейк будет наверняка до ОВЦС самого. Поэтому, ну, как-то хрен знает. Может быть, часть тогда молодёжи привести турниры. Потому что в 2 начинается наверняка. Там не в 2 тайбрейк. Тайбрейк, наверное, часа в 4. Начнётся в 5, может быть. Не знаю, кто выиграл там, где ребят. Помните, что на кибете ставочки. Если кому интересно, пилите. 3-3 уже Марин Лорда заказывает. Нерс всё ещё продолжает улыновый свой прессинг. На 1-1 грейдах. Но против 2-2 сейчас гораздо печальнее будет всё. Да, Горею и Марин Лорд победил в одно лицо. 5-0 тогда на Рейс Ворс. Ну что, атака на танки сейчас будет готова. Здесь лаву ещё добавлено. 5 бараков, 2 факты работает. Танков уже реально много. Здесь идёт нет вперёд. Это 1-0. Только Марин Лорда, скорее всего. Нужно немножко отступить. Гринерс пишет «Да». А, Лексис Марин Лорд. Вот, его имя-то. Ну, имя как имя. Алексис Еусебио. Ух ты. Марин Лорд, кстати говоря... Марин Лорд гораздо больше на француза похож, чем Птиц Дрога, например. Или Стефана. Так, всех вниз. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так... Так... Делается реперок... КСМочка вперед поехала... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тогда точнее, что пытаться-то. Да, я стремил тот Майзи. Малин Лорд разнес корейцев. 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 Это смешно. Но это потому, что нужно на чатики, точнее, на ладеры меньше гореть, и тогда будут в игры пропускать. Так, ну что здесь, 15 на мэни-дронов, на второй базе 8 у нерча, третью хату ставят. Лингом делается мускуру, будет готов. У Марин Лорда третьей Сэшки пока нету. На второй базе, кстати, очень быстрый газ добавляется, третий. Так, Риппер погиб. Да, погиб Риппер. Не очень хорошо. Здесь гиллиончик. Так, а что я сделал-то сейчас? Как назад-то эту хрень вернуть? Какой-то странный вид стал. Как его, чтобы он не закреплялся-то? КЗ, короче. Это я постоянно так меняю, потом хрен пойми, сейчас же вот ненормальный какой-то угол, да, стал быть? Точно ненормальный. Вот. Скажите мне, кто шарит? Где, мне кажется, уже хз, короче. Да не, рампа точно как-то не так стоит. Так. 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 Псковский иван-чай. Сейчас начали его делать, продавать. Да и многие сами делают, готовят. Вообще, Псковская область еще давно, несколько столетий назад Иван-чай продавали много куда в Европу. Как бы лидером было вообще по Иван-чаю. Ну, потом забыли про него. Вот. О, кстати, сделался рейндж либератором. Марин лорд обузит либераторов сейчас. Королева зашла не туда немножечко. Вот. В Англии там кто-то любил королеву или там просто при дворе у них закупали его. Слушай, с 3-0 будет быстрее хэп еще увидим. Иван-чай. Овер подрезается. Я сломал Старкрафт, да. Хум ни хрена не делает на самом деле. Да пусть так. Так посмотрим. Вернется следующий. А, вот сейчас угол вроде нормальный стал. Да не, угол ненормальный. Которые рядом с хома не крутят, но не возвращают назад. Ну ладно, короче, не суть вопроса. А сейчас вроде похоже на... Да не, вот угол другой стал, по-любому. 122-130 по лимиту. Ну, Талевский готов. Отогнал неж всех либераторов в итоге. Кстати, VXPACE как-то кидает меня по базам. Ну что, пошел Марин Лорд плюс 145-162 по лимиту. 1-1 у Тирана, у Нерча 1-1 пока не готовы играйды. Есть инфесторы. Но щитов нет у Марин Лорд. Через 4 секунды только будут готовы, кстати. Ну, сейчас будут готовы. Так. Да, был врыв тут. Небольшой. В стриме про чай. Не, я не шарю. Особо не знаю вот эту историю про Иван-чай. Так. Картинку видел я эту. Отступает у нас Нерч. Марин Лорд копит 181-193 по лимиту. Здесь 2-1. Гряды пошли милишные. Сейчас у Марин Лорда 2-2 будет. Что по мини-мапе проверить? Я чуть не понял. Ну что, пошел выход. Танков действительно много. 5 штук летит сейчас. Как под Микос сейчас попал Марин Лорд. Это жесть. Ну, не всеми попал под Микос. И танки демоза прям нереально выдают как-то. Только 2-2 гряды спасли. Ладно, сейчас не буду смотреть. Ну что, фресует Марин Лорд. Ничем не мешает Иван-чай. Ну, это покупной. Мне нравится, как Даша на Мама делает. Ну, лучше он, как бы, у этого какой-то привкус такой, типа, как. Окисленный немножечко. Идет нерфь вперед ультралов. Ой, сколько ультралов. 177, 188 по лимиту. Танки, Тор есть один. Снайпер-шоты от ГАСТов пошли. Сплитится Марин Лорд. Ну, вот против ультрала сплитится. Это плохая идея. Разве что кайтить можно. Танки Марин Лорд забирает. Увозит под СЦшку. Контроль очень неплохой. Один ультрал тут за мариками гонится. Снайпер-шот по нему ГОСТ дает. Но больше энергии нет на снайпер-шотах. Караптеры там все убивают. 107, 147 по лимиту. Так, ГАСТы отгоняют ультралов. Сейчас вот один уходит. Нужно снайпернуть бы его. Снайперит Марин Лорд. Здесь нерфь решил зеленой хренью облить СЦшку. Караптерами и обливает. Причем очень неслабо. Здесь ГАСТов увез на Мариков. Места не хватило. ГАСТы более ценные. 3-3 грейды. Вторая атака делается. Здесь 2-1. Но до 3-3 бы Марин Лорду подожить. Но он чувствует, что он может сейчас просто не дожить до 3-3. Вот в чем проблема. Так, разворачивается Марин Лорд. ГАСТами атакуют. И ГАСТы лингов вообще изничтожают. Бояться не стоит. Так, выбивается Овер сейчас Марин Лорд. Я уже привык к такому виду даже. К такому углу. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, хэпич будет биться сейчас, ребятки, против Снута. Это будет очень круто. Так что всех сюда призываю идти. Даже переименую стрим, пожалуй, я сейчас. Ну что, хэпич выиграет, то-то ВТшечка тогда в Венера будет очень жесткая. Ну что, хэпич будет очень жесткая. Так, Дмитрий Костин в лобби, и я захожу в это лобби. Ну и сюда ревчик, возможно, прорвется. Так, сейчас, ребят, пару штучек съем, за которыми тут мама приходила. Вот сейчас, вот за такими штучками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все нормально, вид уже нормальный, поэтому не надо ничего пробовать. Здесь пейджапы, все они крутят экран, но не фиксируют просто. Вот в чем фишка была... Слайф император эретик. Император, конечно, силен, но багажник никто пока не отменял еще, поэтому попрошу воздержаться от таких штучек. Так, здорово, Ботлнет, попытался с сыном километр пробежать. Он мне заявил, что время брутальных мужчин прошло. Слушай, ну... Каких мужчин-то, спроси время. Как тренер по кику говорил. Когда у меня еще с ногой все нормально было, ну... Это в Москву тогда надо. Если мужчина мужчину любит, как бы... Ну ладно, не будем об этом. Да и в Москве не все так однозначно, как говорится. Ну а бегать это хорошо. Так, прилетел рипер. Хэппи... Так, а где линги вообще уснули? Четыре штуки на мэне стоят. Вообще их не контролят, не... Не ведет сюда. Странно очень, что хэппи на мэне стал залетать. Ну что, муснут заказан 23-27 по урабам. Здесь хэппи шовера прогнал. Никаких хилбатах на этой карте я не наблюдаю. Рипер пытается прорваться на мэйн. Прорвался хэппич на мэйн. Линга одного уже минуснул. Гранатка кидается. Еще бы линга минуснуть. Может быть стоит уйти хэппичу? Но уйти уже не получится. Снут очень грамотно. Отконтроливает королевами здесь. Врывается хэппич. Линга можно фокуснуть. Хорош, двух добил еще. Ну контроль великолепный, как обычно у хэппи. Но вот нужно ли было терять этого рипера? Вопрос хороший. Танк струится. Марики реактор. Так, выезжает танк. Абортер, руку держал ваш канал на сумму 150 рублей ровно. Привет. Волеем за императора. Спасибо апартеру. А че это подруга Джейн как из багажника вещает. Грузей туда пока не за что было направлять все. Блин, Снут королевами берет, сбивает медиваг. Что-то какие-то проблемы здесь у хэппи. Заходит на хайграунд хэппич, но нужно уходить на самом деле. Вот. 1-1 грейды заказаны. Очень ранее кстати у Снута какие-то 1-1. Ну вот я вижу сейчас, что у Снута какие-то свои билды. Прям интересные. Сашок, я же говорю, у нее все так однозначно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. Минус скриптумора неплохо хэппи здесь законтролил. Ну, Снуд сразу же тут на... Пошли королевы сразу в туалет, маны много в туалет они хотели и криптумеров накакали еще несколько штучек. Кстати, вот один даже мимо, вне крипа, посмотрите, оп, и сразу все зарастает обратно. Блин, Снуд красавчик, ничего здесь не скажешь. Третий сэшку хэп, 76-103. Как Снуд сейчас жестко обогнал и по всем параметрам вообще. Ну, Хэпич тоже один-один заказывает. Так, тулеточка, у Хэпича здесь один Марик чуть стоит, Снуд прибегает. Зачем на своей-то базе он тут на третьей стоит вообще этот Марик один? Залетает Овер, сейчас Снуд уводит, Овера нужно принять. Вот он летит. Хэпич, заметь, сбривает за Марика Овера. Это хороший размен. Ну, 88-138 по лимиту это совсем нехорошая ситуация, я вам скажу. Снуд копится и сейчас будет атака, видимо, на 1-1 грейдах какая-то со стороны Снуда. Хотя обычно он выходит 2-2 и Микос к этому всему миксу добавляет. Так, да, пошел врыв, и в милишной игре Снуд ещё свитчится. Ё-моё, какой лимит? Как вообще так по лимиту происходит? Ведь потерь в игре не было почти, ничего не было фактически. Ну, отдал Хэпи первый вот этот врыв, и теперь такая вот фень. Так, здесь линги забежали, Хэпи ещё стима даже при этом всём нет, вот что парадоксально. Ну, в принципе, если Снуд даст Хэпичу пожить некоторое время, он настроится и будет всё окей. Здесь три бункера ставятся. Неужели Снуд не понял, что Хэпи так боится сильно его врыва? Нет, Снуд не понял, Снуд играет макро дальше. В принципе, в нём всё нормально в игре. Что тут играть? Армори готово. Блин, почему Хэпич с Армори-то завтыкал? 2-2, заказывай же ты, Хэпич. Нагоняйся по грейдам, Хэпич вообще нихрена не заказывает сейчас почему-то, 2-2. Стим как не готов. Стим сейчас будет готов, несколько лингов ещё принял, 2-2 заказал, молодец. можно атаку какую-нибудь на технику или на воздух. Так, здесь три Марика забегает, вот там Хэпич сканет всё время. А, ещё два криптумора проблевать ещё. Так, что здесь криптумор есть? Снуд окружает, Хэпич грузится, улетает. Марика одного забыли, минус Марика. Здесь три Марика на центре криптуморы проблевать. Здесь королева есть, она сейчас новую криптумору сюда наставит, здесь напросто. Марики её не смогут осилить. Эти ж королева. Даже три Марика не смогли потанцевать королеву. Так, и дропчики пошли. Роучи, реводжеры, линги, всё это дропается. Хэпич, кажется, спалил сейчас дроп. Да, нужно туретками обноситься сейчас. Снуд летит, видит, ну вот Хэпич. Ну, здесь, постой ты здесь под карауль. Что за бесхитростка такая? Так, бункеры живут. По одному Марику всё, видите, Хэпич продаёт. Хозяйственный император. Чё, блин, 75-ку, что ли? В казне пригодится 75-ка, чем сотку потерять всю за бункер. Так, три-два. Ну, заказать ультралис каверн. Пятая хата. Лимиты сравняли сейчас, но Хэпичу нужно обязательно сейчас что? Хэпичу нужно обязательно выходить в гастов, иначе ультралис слишком решать сильно будут. Так, и, кстати, Хэпич сейчас оверов-то примет всех этих в хлам, потому что сейчас викинги вылетят, они будут их загонять на вот этих Мариков, а Марики будут принимать. Викинги вылетают, Викинг раз. Так, пытаются, ну, куда-то сныкаться сейчас. Хэпич темпачься. Так, оверов минусит. Так, один минус, второй минус. Нет, Роу ещё успели дропнуться. Так, конечно, ошибка. Смотрите, у Снута сейчас часть боевого лимита, причём значительно останется на этом острове. Это фейл, на самом деле, я вам скажу. Так, ещё один овер с лимитом упал. Ну вот, пожалуйста. Нужно сами, сами себя придётся убивать Роучем. Красота. И выход до готовности танков со стороны, до готовности ультры, простите, со стороны Хэпича идёт. Но Био нужно запустить. Сейчас запустил Био. Танки позицию занимают. Какой великолепный врыв. По таймингу со стороны Хэпича часть юнитов Уснута на острове. Эта точка в этой игре просто великолепенна. Аплодисменты Хэпичу. Ещё один дропчик при этом всём. Пятый убивает. 172, 172, 9. Ультралов Снут заказывает. Вот личинки. Точнее, яйца эти минуснути. Всё будет замечательно. Яйца сейчас минуснёт Хэпич. Ультралы не выйдут просто все абсолютно точно. Снуты по лимиту начинают проседать. Роучи падают. Ультралов уже не 9, а 6 строится. И танков миллиард. 177 на 137 по лимиту. Здесь Маликов Ультрал забреет. Но вторую и третью базу уже Хэпи минуснул Снуту. Просто Бог. Тайминг, мультитаск, уровень Бог. Ладно, что я сейчас перехвалю вообще? Потом ещё вы мне предъявите, блин. Красавчик Хэпич, ничего не могу сказать. Просто великолепен сейчас был. По-другому её не скажешь. И всё равно хвалю. Аккуратнее надо. Так. Лозера играются сейчас. Нерс в четвёртом туре лозеров. Тайбрейки завтра будут. Надеюсь, что Блай на тайбрейках сможет выйти. Ну, блин, оппоненты, конечно. Ну, Занстр, ладно, ЗВЗ Занстр, Блай осилит. Ну, и то как бы Занстр неслабый игрок. А вот Птидрога, конечно, будет очень тяжело обыграть. А всё, да, из-за какого-то вот этого того, что на острове пришлось ну ту частью лимита дрогнуться. Ну, это Хэпи, конечно, красавица. Ну, такое нужно реализовывать на самом деле уметь. Ну, всё, да. Ну, всё, да. хэппи бог или царь божественный наместник на земле как фараоны короче говоря но если только все три игры в таком же стиле отыграет так ну что цешечки ставится насчет задержек на основном стриме в цс может 5 минут будет задержка часа другие стримы посмотрю на самом деле какая там задержка на других стримах две минуты как у меня то есть как бы это нормально получается если там так можно значит можно спускается королева хэппи блочит третью базу гранатами королеву откидывает оп фига гастом снуд в последние доли секунды отменил сейчас на самом деле хэппи пытается прорваться к рабочему не так то просто это сделать но снуд боится хату заказывать естественно ну что и арморе от хэппи еще будет хэлбат пуш но снуд готовится блин роуч уорен тайминг идеальный конечно уснута надеюсь что хэппи не отдаст просто к вам сейчас ну что поехала все вперед сейчас шесть роуч и строить с нулево снуд шесть хэлбатов сейчас будет у хэппи приходит к третьей базе геленщики подъезжают прям туда трансформируются в хэлбатов нужно идти в хату выбивать королевой роуч и все вниз уснуто идет сейчас лингис мувом все в порядке так риппер кидает гранатку врывается хэлбата но сплетанул гранаткой роуч и хэппи так что они еще лучше драться стали короче снуд здесь идеально просто дерется фактически по размену еще и медивак почти покуснул хэппи ровуч и покусил немножечко ну в итоге слит в никуда практически этот пуш ну хоть медивака спас почему это важно потому что он будет харасить вот потому и потом летать плюс он копит энергию это очень важно здесь либератор уже летит вперед бутылнадоч тебя тоже рад видите безусловно тебе за все спасибо сам знаешь так здесь есть уже реводжеры снуд готов к либератору идеальная контра вообще сейчас от снуда всего что делает хэппи происходит нужно вычинить медивак бас желательно 1-1 заказывают хэппи и будет это важно это важно здесь даже эволюшенах я не наблюдаю в продакшене то бишь если снуд как нелепо хэппи в лоб не продавит сейчас у него по грейдам вообще будет всегда он впереди абсолютно вот напомню что ну что вычинил бы ну тремя вычинил я не знаю ну что такое то это вообще какой то танк четырьмя моряками полетел можно четвертую кстати отменить вот этим танком тайбрейк так называемый так называемый где будет блай биться с дрогой с занстером будет завтра в 19.00 начинаться как и сегодняшние игры так ну что четвертую нужно отменить кэппи дпс конечно у танка высокий но уплаты много очень хп уже накопилось если пойдет снуд туда то он отгонит все так либератор здесь есть клинги здесь есть клингов убивает хэппич бла я не зако... фу бла я снуд не законтролил я уже бла я сюда вписал коим-то врус 75 108 по лимиту снуд опять впереди 1-1 заказан в этот раз милишная но посмотрим что далее будет так здесь фаерболы летят гарту прожгешь снуд вниз туда это же платформа конечно у ксилнаги наверное материалы хорошие были но столько фаерболов в одно место кидать прожгешь платформу база вниз свалится блин кидается снуд по 7 фаерболов в одно место непорядок так кэппич харасик все еще зачем-то дропнул танк под лингов чуть все не отдал два либератора в районе мэйна но и реводжеров теперь здесь много реально ну давай еще вместе разложимся да кэппич пролетает видит реводжеров всех улетает фаерболы пошли но уже не попадают они никуда либераторы пролетают куда они полетели яхозыку они полетели а к четвертой летит хэппич ну кстати вот двойной дроп плюс либераторы можно четвертую понапринусну здесь здесь рядом он находится вторую атаку заказывает хэппи как-то вот армори изначально есть а 2-2 не заказывают смотрите снуд настолько позже 1-1 делал и в итоге сейчас еще и по грейдам нагонит оппонента с хэппича так на четвертую можно ворваться либераторы висят никто не прикрывает четвертую сейчас так гружая с хэппич улетает на четвертую не контролит можно танком кстати вот с хайграунда понапрягать либератор на четвертую залетает снуд вообще реакцию хорошую демонстрирует снуд ничего не скажешь так заходит реводжер блин как хэппи урана снимается можно было убить но зато либераторов спас это важнее сейчас реально так до заказа линдовщи пошел будет тралис кернс вторым армором хэппи зафтыкал очень серьезно но хорошо хоть заказал в итоге атаку заказывать на технику чтобы танки были по грейжине кстати с двух фукторей танков строят тем более вот про туров я говорил от марин лорда тем более две вторих обестроить тоже по моему вообще идеально вписывался в это все дело так спривает хату четвертую марин лорда снуд хэпич либераторы летают сканят тут везде реводжеры рядом стоят лучше не терять либераторов дропчик на мейн пошел королеву можно пробрить блин ни королеву не пробрил ничего хэпич не пробрил это косяк здесь у нас либераторы залетают раскладываются минус два моментально еще и по лингам стреляют ну вот хоть реводжера одного фокуснул и то что то 196 161 пользу снуду по лимиту хэпи выходит вперед куда он собрался чуть не понимаю на таком лимите непонятно ну вторая атака хотя бы доделась ну два-два уснут они намного позже будет очень много линго бейлингов при этом всем кстати у хэпи стиль как против ровущей реводжеров такой микс а тут больше уже линго ультралов чем ровущей реводжеров здесь реводжеров то несколько хотя они все будут решать так танки прилетают плюс один на танки не готов еще хэпи без плюс один на танки будет драться био ну био вторая атака есть пошла атака с транснута бейлинги приходит хэпи пытается сплетануть как-то нужно загружаться улетать что хэпи и делает ну что ж неплохо тут загрузил часть мариков которая не успела сесть естественно минус 139 200 по лимиту жесть то просто какая а не ну макро уснута просто адовая конечно не два-два готовы снуд идет в контратаку очень похоже на ггшечку хэпи как-то играет чисто вот у него тайминг один и тот же в игре то есть если если под его тайминг попадает потому что по ней делать все хорошо если же нет то просто начинаются проблемы сразу а у снута все гораздо раньше чем в предыдущей игре в итоге не гасты ничего здесь не успевает 33 хэпи конечно заказывает сейчас но ему бы продержаться вот атака от снута идет на 200 кстати говоря нужно бы ксм их увести со второй базы есть ультрал кстати на хайграунд ворваться либералы либералы либераторы раскладываются фаербулы снут кидает либератор живет кстати говоря снайпер шоты по ультралу пошли хэпи либератор реводзера это чуть-чуть жестко бомбит 96-197 я боюсь что даже если сейчас нут уйдет то у хэпи ничего хорошего в игре вот не происходит потому что ему просто не отбиться хэпи 1-1 все понял хэпи захожу в игру нет да здесь нут кэш по всем направлениям переиграл такого момента как в первой игре не предоставилось хэпи чтоб реализовать как то так ну что то менять просто хэлбат куш не проходит и все с нут идеального принимает рептилоид привет все хорошо я бы сказал все ну не отлично но хорошо только единственно лимфоузлы что-то долго эти все мои беспокоят меня но думаю пройдут скоро тоже и все чтобы не было все и и и Продолжение следует... 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 Так, да нет, всё поменял, всё нормально. Так, через одну, кстати говоря, через одну инженерку играет Хэппи. Это будет двухбазовый прессинг с пяти бараков, да, но не надо соп... Пять депошек Хэппи одновременно строить, что-то там за соплай-блоки-то такие Хэппич ловят, просто гигантские. Так, на третью базу врывается Хэппич, подрезает несколько дронов. Очень важно, что он этот дроп не теряет, Снута держит в напряжении тем самым, и это даст возможность Хэппичу выйти потом грамотно. Передроп, но вторую базу Снут вообще не готов, посмотрите, врыв Гиллиончика пошёл, хороший дроп. Да куда-то Хэппич дронов-то, сколько поехало, больше ещё там. Подрезает рабочих, подрезает лингов, ещё Хэппич просто царь и Гиллионы все живы, что самое главное. Ещё бы армори подстроить, чтобы они в хелбатов превратились к этому врыву. 8 роучий Снут ещё делает, мув заказывается. Третьей СЦшечки как не было, так и нет. Ещё одного линга подбрил, Хэппич, скоро выход пойдёт. Почти готов, двойной дропчик, нет, пока выхода не наблюдаю, но вот не знаю, не знаю. По-моему, нужно делать вот такие выходы как можно быстрее. Хэппич же собирается сначала подробаться. Так, Либератор атакует, там оверо подбривает. Что Снут? Снут расплетел сейчас по всем базам своим. Поэтому дроп может прокатить, стимпатчится, Хэппич, только королевы. Хэппич не стимпатчится, королевы подбривают. Одну, вторую, третью не подбривают, фокус реводжера. Руч на двух ХП выживает, можно было ещё раз стрельнуть. Вот. Ну, не стрельну, 131, 124, по лимиту в плюсе, обязательно до готовности. 2-2 нужно выйти. Ксилнагу Хэппич законтролил, выход пошёл, можно словить Снута сейчас, кстати говоря, можно словить Снута, нужно танки только в Сич обязательно поставить сейчас. Вот Снут, Снут сейчас сплетанулся, посмотрите, между мэйном, не, как чувствует, что выход Хэппич готовит, как чувствует. Находится здесь, ожидает, 15-18, ручи в дозаказе, Хэппич нападай, пока не готовы, пожалуйста, стимпакт пошёл, марики подходят, танки сзади, Снут принимает двое, фаербулы пошли, либератор падает, танки, хороший дэмэдж великолепный, я бы сказал, дэмэдж выдаёт одна атака против 1-1 у Хэппича, Снута против 1-1 танки, дэмэдж просто колоссальный, выдаёт марики, бьются, танк один падает, Хэппич всё-таки не уконтролил, 117 на 91, нужно дальше идти, Хэппич подходит ко второй базе, прирост идёт сюда весь, танк один как-то слишком на хайграунд высоко дропнулся, Хэппич за контролем отвёлся, 121 на 92, по-моему, по лимиту, выходит, Снут с двух сторон начинает драться, так, Королев Хэппич отпокусил, но танки не прикрываются, в итоге и пуш проваливается, ну ё-моё, ну нужно так было, нужно, блин, идти было как-то, чтобы с третьей, чтобы в двух сторон не зажали, а как, здесь никак не пойдёшь, чтобы в двух сторон не зажали, если на третью, вот так вот отсюда разложиться, может быть, Хэппи надо было, не знаю, танками пытается разводить, 98-106 по лимиту, 50-50 парабам, вторая атака с Хэппичем заказ, на Снут-то 2-2 отменил, забоялся таймингового выхода, кстати говоря, обратите внимание, и это шанс абсолютно точно для Хэппича, так, танки прилетают прямо под Снута, дропается Хэппич, немножечко не сконтролил, здесь аккуратней нужно быть, улетает, здесь роучи реводжеры идут вперёд, один танчик есть, бункер с мариками есть, так, заходит Снут, сейчас на рампу прям что ли в Хэппич заходит, Хэппич забоялся очень сильно, а чё он боится-то, здесь ни хрена нету Снута, так, ЦЦ-шку пытается подбрить, нужно отбиваться просто и всё, ЦЦ-шка третья заказана, хорош Хэппич врывается, реводжеров отфокусил, несколько роучи отфокусил, по лимиту в плюсе, Снут как 2-2 не заказывал, так и не заказывал, здесь третья сейчас уже вовсю добываться начнёт, и Хэппич через верх, кстати говоря, двигается к своему оппоненту, ещё вторая атака бы доделалась бы, вообще бы было бы замечательно, но вторая атака не доделалась пока, прирост достаточно большой у Хэппича дома, поэтому врыв лингов, я думаю, что он отконтролит, так, на четвёртую базу Хэппича, почему на четвёртую-то? Так, врывается линги, Хэппини, так, есть билд, астинфач, Хэппич, здесь не так много уж и лингов-то, линги наламываются от Снута, четвёртую убивают, 131-131 по лимиту, 20 лингов, 2 роучи ещё заказано, Хэппич отбивается, КСМ-ка-то куда поехали? На третий пошла атака, но вот сюда сразу нужно было бы идти, Хэппичу, здесь лимита-то до этого меньше было, чем сейчас в итоге у Снута есть. Танки атакуют хорошо, но вот с выходом лингов новых отбивается Снут, но Хэппи всё ещё больше лимита, всё ещё Снут на трёх базах сидит и Хэппи на трёх базах сидит. Ну что, напряжённейшая битва идёт, Снута 2-2, у Хэппи вторая атака готова, второй армор заказан, есть инженерка ещё одна, третью можно заказать атаку спокойно сейчас, реально. Ну пока Хэппич не заказывает, минералов как-то не хватает, ему здесь один мул всё добывает, но танков всё больше и больше, атаку бы на танки тоже в арморе не помешало бы заказать, было бы хорошо. 121-123 по лимиту, 2-2 будет у Хэппи скоро, сканы постоянно идут, дропаться Хэппич начинает, вот когда начинает Хэппич дропиться, мне это начинает беспокоить. Почему? Потому что когда Хэппи дерётся, тогда он всегда круто дерётся, а когда на месте стоит, очень многие обгоняют Хэппи. Так, ну что, второй армор доделывается, есть ресурсы, третью атаку бы Хэппич, вот она пошла, родимая. Вот армори рядом стоит, закажи ты ещё на танки атаку, будет вообще великолепно. Не заказывает пока Хэппи, нифига. Есть дропчик на хайграунд, пошёл, проверит Хэппич, возможно, базу новенькую Снуту, заказанную. Можно её моментально фокуснуть, кстати говоря, было бы. По центру бегает частью био, но врывается он на новую, на четвёртую. И, кстати говоря, возможно, его спеет и подбрить Снуту. Две атаки у Марика, вот серьёзное количество дэмэджа. Так, фаерболы падают, нужно уходить, одного Марика забирает. Снут здесь Хэппи на Ксилнаге с чем-то расправляется. Третий армор бы заказать, было бы вообще замечательно. Лимитов всё больше и больше. Хорошо, самое главное, Снут не может сейчас в ультру ни в какую выйти. Это было бы хорошо для него, но он просто не может этого сделать. Так, четвёртый армор, ещё какие-то Марики разбежались. Один погиб в итоге, и Хату не смог фокуснуть Хэппи. Выход идёт на 2-2, 108 лимит на 106. Вообще одинаковые практически лимиты боевые. Танки дропаются Хэппи. Стимпак пошла, так вот, рабы Снута едут на муви, отдаются. Ну что, Микос принял здесь. В это время Марики наверху дропнулись. Хэппи отконтролил, но под фаерболами это не стоит и медивакам. Четвёртый у Хэппи с фокуснул, но есть пятая у Снута. Вот в чём проблема. Прирост обязательно нужно сюда везти. Хэппи что-то не ведёт прирост. Лимита боевого уже больше. У Снута 3-3 не делает. 171-167 по лимиту. Всё, атака пошла. От Снута как всё в куче идёт. Танки просто выстёбывают там всё. Отходит Хэппи назад. Инфесторы падают. Танки прикрыл, но не законтролил. Много трансьюзов у Снута. Но Хэппи держится пока по лимиту в плюсе. Биво подбегает. Здесь очень такое спасительные юниты. Танк один отвёз. Второй отвёз успел. От фаерболов увернулся. Танки прикрыл. 106-116 по лимиту. И начинает разбирать. Здесь только королевы фактически остаются. Одна падает. Две здесь. С гигантским количеством энергии. Снут не трансьюзит ничего. Контроль косячный. И Хэппи четвёртую уже занял. Нужно продолжать давление. Куда ты отходишь? Куда ты отходишь, Хэппи? Зачем? Третья атака сейчас будет готова. Всё, готова третья атака. Великолепно. По грейдам преимущества уже есть. Здесь, как были роучи реводжеры, остались вообще одни реводжеры сейчас. Ну что, подходит новая био. Нужно танк брать сейчас. Сич, так. Снут идёт вперёд. Хэппичу не видит, что ли? Чё, боятся-то одни реводжеры бегут. Так, реводжеров минусует. Красавец Хэппич раскатил просто Снута в пламп сейчас. Танк можно дропнуть было бы, например. Танк что-то дропает далековато. Хэппич, но он очень дэмэджный, видимо, боялся ближе, чтобы с удара просто не фокуснул реводжер. Так, 121 на 90. Точно 2-1 уже, я так полагаю, счёт будет. Потому что, ну, как бы Снут здесь не тащил, затащить уже не получится. Тем более, пятая планетарочка уже готова. Ну, планетарочку здесь нужно, а здесь ЦЦ-шку обычно. По уму, если, конечно. Но Хэппич просто перелетал с мейна ЦЦ-шкой сюда, на ближнюю летел. Поэтому всё логично. Поэтому так базы и стоят. То есть, если этот, не дай бог, пробреет Снут, рабочие просто на планетарку наверх не уедут. Так. Ну что, пробревает Криптуморы. К Силнаге приходит. Здесь ещё маленькие идут сканы со стороны Хэпича. Криптуморы выбивает. Молодец. Здесь ещё то Снут бегает зато вперёд. Но если эту игру Хэпич умудрится как-то слить, то я не знаю, что нужно, чтобы выигрывать. Потому что такое преимущество по всем направлениям. Грейды, экономика, лимиты. Так. Идёт вперёд Хэпич. Боится Микоза. Ну, под танками нужно драться, чтобы Микоза не бояться. Просто и всё. Ну что, атака идёт. Танки стреляют по Роучим Реводжерам. С флэшем. С флэш хорошо ходит. 3-3 у Хэпича готово, био. Это ГГшка, ребятки. Снут её сейчас напишет. И мы будем смотреть четвёртую игру. Это было сильно. Отлично вообще. Захожу в игру. Отлично. 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 Угу. Продолжение следует... 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 Забывается, карта гигантская, поэтому, в принципе, я думаю, Хэппи нормально будет. Так, здесь Медивак погиб на фаерболлах, как-то криво Хэппи врывался. Честно говоря, фугасы пошли. Здесь танк строится, факта одна, насколько я понимаю. Бараков уже 7 штук у Хэппища. Так, второй Старфорд строится, четвертую базу занимает, правильно, абсолютно делает. Новенький и нет, все, Снут Хэппи что-то по центру бегает. Скан не кидает, Криптумор не выбивает, в итоге Маликов вперед теряет что-то непонятно зачем. Недостаточно прав, все-таки странно. Может, я забанил, типа, чей канал, так поэтому нельзя, не знаю. Как там у кого, я думал, у желтых одинаковые, как бы, права, в принципе. Может быть, и нет. Так, Гасты уже пошли у Хэппища. Гасты это хорошо, особенно если учесть тот факт, что Снут не делает сейчас... Так, сканит Хэппи, убивает Крип, а здесь-то что его убивать? Ну, хотя Крип везде лучше выбивать, но более важно в центре гораздо. Здесь двойной дроп, какой-то третий базе летит, четвертый пытается Хэппич напрягать, не получается. Самого четвертый добывается, СЦ-шки новые пошли. Так, не Хэппи макро СЦ-шки что-то строить? Нет, это СЦ-шки планетарки для перестраховки от атаки в лоб, кстати, очень важное здание сейчас. Двойной дропчик на третью базу проходит, медивак пока жив, это очень важно. Королева-2 с гигантским количеством энергии, кстати, игра падают. Улетает Хэппич, здесь мародер и марик остаются. Можно попытаться вот эту базу минуснуть, сейчас Хэппич еще один врыв идет. Ну, здесь Хату не получилось отменить, везде здесь что-то Снут ходит, королевы там ходят. Еще кто-то так, в этот раз на либераторов Грэйдэ Хэппич делает молодец. Третью атаку заказывает, нужно третий армор, как можешь быстрее сейчас запилить. Ну что, идет передропчик? Опять же, Хэппи не видит что ли, что здесь? Ну, ой-ой-ой, нет, ну такие дропы нам не нужны, блин, Хэппич. Нормальные дропы должны быть. Либератором рейндж сейчас делается для их раскладки. По пять уже либераторов Хэппич строит, это реально серьезное количество очень. Здесь вот что-то у версир летает, Хэппи все снизу, криптуморы прибирает. Либератор прилетел, начинает шмалять парабам на четвертой базе. Очень много дронов проблевает уже, наверное, штук семь, да, восемь, ну, восьмию и ограничится. Он на мэне еще дропчик от Хэппи. 166 лимита Хэппи на 196 снута, 80 КСМ на 53 дронов. Куда тебе столько рабов-то, Хэппи? Е-мое, он их уже сливать нужен. Типичная хрень от Хэппи начинается, когда КСМ больше, чем рабов. Здесь уже на такой стадии, наоборот, мулы должны добывать, чтобы боевой лимит высвобождать. 3-3 снут заказать Хэппи, так армор третий не заказал. Вторую атаку на Либераторов не заказал, тоже ошибка. И снут идет вперед с Микозом, Реводжерами, Роучами. Их реально много, здесь у нас Гасты, кстати, Гасты ничем не прикрываются. Очень все немобильное такое, я бы сказал. Пятую базу прикрыть вообще нечем получается Хэппи. Так, чейдлинги минусуются, здесь, значит, Снут бегает по центру. Так, сейчас просто Микоз сюда и Гасты все будут потеряны. Могут быть потеряны, поэтому нужно быть аккуратнее. Ну что, 3-3, все, доделалась атака у Хэппи 3-2. Ну, что, блин, за хрень такая, а? Про грейды забывает Хэппич. Либератор уже с этим грейдом на баллистику залетает и очень прямо издалека начинает стрелять по всему-всему. Снут уводит дронов, Спорка достает, да, достает Спорка. Можно отлететь немножечко Хэппич и разложиться, ну, чуть подальше, чтобы Спорка просто не доставала. Просканил Хэппич. Да, вот так вот разложиться, пусть Снут что-нибудь воздушное строит. Все, вспомнил Хэппич про третий армор, про вторую атаку воздушную, просто красавчик. Гасты, малики, все это есть, лимиты одинаковые почти. Ну, макро игра здесь очень долгая сейчас намечается, потому что Хэппи особо спешить не будет с атакой. Снут заказал лишних дронов сейчас на экстрасоплай, между прочим, для добычи. Это очень полезно и важно. Так, течет у нас, Медивак летает, через Реводеров летит Хэппич вперед. Увернулся от Фаерболов, Микос получил, Фаерболы еще пошли, но Микос их хватило, Медивак очень дохлый был. Шестую уже Хэппи, а, седьмую, вот у Хэппи еще база есть, охренеть. Так, а ЦЦ-шек-то добавляют? Да, добавляют, ой! Хэппич, кстати, исправляет. Смотрите, макро ЦЦ-шечки от Хэппи пошли. Вот, и вот это нужно обязательно в стиле касса. И не только такие ЦЦ-шечки нужны. Нужно еще армор с Данем обязательно сделать, нужно и планетарки бы на основных направлениях добавлять. Вот здесь еще ЦЦ-шки можно не одну, а там две планетарки, например, запилить, три, я не знаю. Снуд бегает тут рядом, Реводеров реально много, это просто невероятный дэмэдж от Фаерболов. Представьте, 10 реводеров, это 600 просто дэмэдж от Фаерболов, а здесь реводеров 19, то есть это 1120 получается, ну почти 1200 за один залп только. То есть почти что минус планетарочка. Ну что, Снуд бегает, но экономику Хэппи он никак вообще не трогает, просто-напросто. И это очень замечательно, с Хэппи выдвигается, либераторы, госты. Запасу Снуда значительно больше. Вот в такой игре, я считаю, нужно с такими запасами по ресурсам делать максимум воздуха и тирану стараться выйти в, например, батлкрузеров. Почему? Потому что просто телепортнулся, квадь на мейн неожиданно и вообще жестко. Так, вторая атака делась, здесь что-то ченджинги бегают. Ну, Снуд пассивен, дает Хэппи накопить запасы, это очень хорошо для Хэппи. Либератора потерял, третий армор доделался, нужно делать обязательно в этой варморе еще граиды на... Так, госты снапериад, королев. Так, Микос пошел по королевам, ЕМП, фу, Микос, ЕМП пошло по королевам. Хэппище либератор просто немерено, у Снуда граидов на воздух нет, то есть если Снуд решит драться с либераторами в лоб, то будет просто изничтожен. Так, ядерка пошла уже от Хэппище, еще и позицию ядеркой занимает. Здесь у нас что-то так, а что у нас здесь? Здесь у нас один мародер всего лишь атакует. Ну что, нужно как-то развивать успех Хэппи. Мало био помимо гастов, поэтому дэмэджа немного получается наносить, начинает давить. Орбиталок у Хэппи много, еще три строят, кстати говоря. Десять орбиталок, вот, вот это макро, я понимаю, красавчик Хэппич, вот это макро. Реально, а не как у Хэппи, три орбиталки, все на сканы тратится, мулов нет. Ядерная бомба сейчас упадет, просто ядреная. Третья атака на либераторов пошла, воздух будет в хлам вообще Хэппи сносить. Это идеальный расклад на самом деле. А, 1140, да, 1120, там 80 вычел. А, не 60, все правильно, кэш 1140. Вот. Ну что. Снуд пытается какие-то контратаки делать, но они слабенькие получаются. Ну что, отступает Хэппи, Снуд идет вперед. Так, гасты сваливают, либераторы раскладываются, реводжеры сзади пытаются зайти. Либераторы просто там выдают нормальные дэмэджи сейчас. Снуд пытается толпеть, снайпершоты пошли, хорош. Хэппи просто от снайперил тут, знаете, идет вперед, Снудов все меньше и меньше. Потери давайте глянем. Потери, кстати, почти одинаковые. Кажется, Хэппи просто разваливают, все, потери почти одинаковые. Но юниты дорогие, все, он теряет много всяких гастов, либераторов. Либератор 300 сразу, потеря одного юнита. Гаста 300, то есть он 200-100 стоит. Это 150-150. База у Хэппи, но у есть Хэппи, посмотрите, как он зап... Ё-моё, какая-то адовая хрень от Хэппи. 2-2, уснута уже на воздух делает грейды. Ну, запас уснута большой, расслабляться нельзя все равно. Конечно, преимущество гигантское, но ни в коем случае нельзя сейчас Хэппи еще расслабляться. Не, ну экстра лимит я бы не назвал это багом. Вот, ну, я говорю, многие баги, они наоборот скилла игре придавали и придают. Так, здесь линги врываются, пытаются вычинить Хэппич ЦЦшку. Зря не заказал армор зданием, но, смотрите, справляется с вычинкой, еще и отбил здесь. Снуд пытается идти в размен, ЦЦшка разбирается, тут еще дэмэджем с вами. 30 лингов убил сейчас, пытается Снуд прибежать к Хэппи, Хэппи пока не возвращается. А нет, частью возвращается, частью Марикл сбривает Снуду базу здесь абсолютно точно. Либераторы и Гасты тут с хайграунда Хэппич, снайперит очень неплохо. Что-то Снуд бегает по карте, Хэппич на него сафари просто сейчас устроил. Так, фаербулы падают, Гасты без энергии еще лучше отвезти. Так, еще Гасты приходят. Снайперить просто вот этих юнитов приятнейшее занятие, потому что с одного выстрела умирают реводжеры. Так, Микоза, хорош по Гастам пошли, но Либераторы кроют, смотрите, инфестеры минус. Все вообще моментально Гасты лингов разбирают, все лингов разбирают. Здесь Марики базу укатали, 120 Снуду 200 Хэппи, просто как маленькое дитя просто Хэппи укатывает Снуду в холомищу просто сейчас. Реально красавчик, реально красавчик. Если эту игру отдаст, это просто будет вообще заголову, блин. Джеки Чан Смайл конкретный. Посмотрите, что тут все вообще, не знаю. Как будто какой-то эксперимент Хэппи ставит. Тираны стоят над зергами, вот они здесь жили и зерги здесь поселились, как будто Хэппи, знаете, заранее просто на этой карте развился и дал Снуду, пока он разовьется. А потом начал на нем там бомба ядерная испытывать всяких спецназов, снайперов тренировать, Гастов там, Либераторов строить. Либераторы идут вперед, просто невероятно только поле перекрытия идет. Нужно бы спорку минуснуть, спорку минуснуть. Снайпер-шоты, пошли по караптерам сложить Либераторов, сейчас караптеров разобрать. Хэппич, пожалуйста, караптеров снайперит. Говорит, не буду складывать. Пусть по земле прикрывают Гасты по воздуху прикрывают. Универсальный получается микс. И одни могут от воздуха прикрыть, другие от земли, снайпер-шотами наперед Гасты. И наоборот можно делать тоже. Так, отходит Хэппи под Либераторов, сколько они там дамеджи выдают. Так, марики Гасты отгоняют, энергии нет у нас снайпер-шота, как я понимаю. Вот сейчас потери уже явно не в пользу Снута. 28-17 после нескольких битв. Вот, рабов в Хэппи еще, я считаю, нужно часть отдать. С таким количеством орбиталок нахрен не нужно столько рабочих реально. Тут линги пытаются зайти. Хэппи какая-то неубиваемая армия, он просто сходит, все разламывает. Сейчас прилетели, прилетели эти, характеры. Но Либераторы с Плэшем, вы сами видите, что творят. Грейды здесь 2-2, здесь 3 атаки есть. То есть, просто развал. Красавчик Хэппич. 3-1. Минус Снут и Хэппи в финале. Эти вот челленджеры фактически чемпионат Европы. Потому что... Почему? Потому что по ладуру топ-16 там все самые сильные бьются. Так, что тут на Яндекс деньгах происходит? 200 со Сбербанка на Яндекс запилено. Спасибо большое, кто бы то ни был, за поддержку. Очень приятно. Вот. Вот. Да, Сортов лучше отыграл. Ну, сейчас слаб. Он после Китая съездил. Увидели, как он в Китае слил, отыграл абсолютно одинаково. Так, а что у нас кончилось в ЦС на сегодня или нет? Я не понимаю. Возможно, что уже да. Потому что Либера, если отыграли... Либбул Дайши у нас. Может быть, еще будет. Попробую заскочить. А, да, еще лузера-то не играли. Так что не покидайте, не покидайте. А завтра будем за хэпича болеть. Финал Венеров и продолжение, вообще, турнира переигровки с Блаймбуд. Это все в 19.00 начнется. Через французов прыгну в игру, если что. Продолжение следует... Ну, снюдь же сильнее. Хэпич не согласен что-то. Судя по играм один. Ну что? Так, секундочку сейчас проверю еще. Нужно не прогореть. Сейчас начнется что-то запрыгнуть. Ну что, давайте посмотрим расклад. Хэпи уже обеспечил себе... Блин, а почему за третье одинаково, как за четвертое? 800 баксов, 45 поинтов за третье место. Зачем делают одинаково за третье и четвертое? Я не понимаю. Ну, чтобы не запариваться. Если выиграет, уже второй обеспечит завтра Марин Лорда 70 поинтов, 1200 долларов. Такие вот дела. Вот. Ну и по-любому мы увидим еще два матча от Хэпи. То есть, Марин Лорд, если даже он проиграет, будет вот здесь вот играть в итоге. А-а-а, если Марин Лорду проиграет, понял я, эта сетка не совсем Double Elimination. Это как GSL-система. То есть, если проиграет, то в лозерах только за второе место можно побиться, получается. То есть, потом победитель с поливедителем, получается, не будет играть из лозеров с победителем венеров. То есть, если Хэпи выиграет Марин Лорда, то все, мы только один матчуем, он первое займет. Судя по сетке, вот я вижу, что она так выглядит. Так что, это все будет завтра. Я пока посижу, не знаю, там начнется, нет, это все дело. Ну, я буду стримить лозеров, если будет что-то сейчас, пока я не вижу, чтобы стримеры врывались. Ну, кто-то стримит, наверное. Воды, конечно же, я выложу. К завтрашнему дню обработаются обязательно. Вступайте в группу ВКонтакте, которая в описании есть. И там находите все это. Оп, запрыгиваем. Ну что, заходим в игру дальше, Лилл, хорошая, хорошая такая битва будет. Вот, сколько, бо, сколько это вообще? Бо, 5, кстати говоря. Все, бо, 5 в лозерах тоже. Ну, а за поддержку всем еще раз спасибо, ребят. Европейцы всегда играли на турнирах МС Барон. Но сейчас европейцев еще больше стало. Так как изменили правило. Константинск поддержал ваш канал на сумму 301 рубль ровно. Хорошо, год начинается. Согласен, Константин, СПВ. Спасибо тебе еще раз за поддержку. Хорошо, начинается новый день. 12 часов перевалили с поддержки. Большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Не знаю, какой счет, наверное, первая играющая здесь. Хотя, я не уверен, что первая, ребят. Если кто шарит, подскажите счет, если кто следил за этим матчем. ну типа эти ставочки, если что есть, тоже помните, можете ставить. Если шанс, то, конечно, есть шансы. Лил был в последнее время, ничего настолько впечатляющего, как раньше в кольце не показывает. Да, я же уже много раз говорил, но не все просто смотрятся прям внимательно. Блай, Занстер и Дрога будут завтра играть за квоту, потому что все вылетели в одинаковом туре. Одну квоту Дайши забрала за последнюю квоту на ЭМ готовиться, будут играть они завтра. Но это тяжелая, конечно, будет битва. Если бы там было два Зерга для Блая, хорошо бы было Занстер. Но вот Птидрога это очень сильный игрок, конечно. Но после как раз-таки победы на Дримхаке пока ничего сверхсерьезного не показал. Кстати, над Блаем в финале. Старгейт ставит лилу, Грипера от окна. Видел дальше и Старгейт, кстати, так что будет готов абсолютно точно. Нужно на факте лабу строить. Ну что, Рипер улетает. Третий Никтос пошел. Циклончик. Сейчас будет Оракул готов. Кстати, пока Оракул летит, Циклончик уже успеет выйти, скорее всего. Нужно его на второй базе, видимо, расположить дальше на Мэне, потому что Марики все хорошо обороняют. Да, стрим 6 часов идет с лишним. Ну, кстати, не 6 идет стрим. Почему? Потому что я начал в 16.45 с FP. Я еще поиграл, просто потом стоп-старты были. То есть, на самом деле, стрим идет 7.5 часов уже. Даже больше, чем 7.5. 7.40. Вот так вот. Ну, это далеко не рекорд, поэтому все окей. Сейчас вспомнил. Надо бы капнуть в глаза. Если Blackwater не получит, то будем плакать завтра. Вот. Фу. Ну, Хэпич уже будет на Емих готовиться. И Хэпич бы даже, если бы у него не было квоты, он бы прошел бы на этом турнире. Потому что он очень круто выступил. Пока лучше всех тех, кто в квоте нуждается. Так, здесь перелетает Медивак. Пытается либо успеть его. Сбил, кстати. Медивак начинает сталкерами контролить. Дальше кайтит мариками. У меня очень неплохо сейчас. Сталкеров одного подбрил. Может, одну пробку подбреет. Нет, не подбрил. Выжила пробка. Сталкеры успели минуснуть. Есть Оракул, но он ничего не сделал. Туретчика есть. КСМ-ку желательно направить, чтобы она не стояла. Ну что, СЦ-шка садится. Надо сканить было. Убил бы тогда бы Оракул. Дальше скан пожалел. Не может здесь. Здесь у нас, вы видите, что скан минус стазисная ловушка. Садится СЦ-шка. Все хорошо. Циклончик стоит здесь. У нас еще не циклончик. Все хорошо. Дальше циклонов расставил. Хочет Оракула, видимо, принять. Робобей, соответственно, здесь будут сейчас. Дестабилизаторы строятся. То есть, не будет Лилову наламываться. Блинк есть. 1-1. Что у Лилову, конечно, круто. Это его грейды. У него уже 2-2 делаются. С таким преимуществом по грейдам. И колоссов можно, в принципе, построить. Строить колосса, да. Туретки на третью дальше нет. Лимита пока у дальше больше. Минки выходят. Пошел вперед. Кот там. Апсерверы летают. Пробивает камни дальше. Это на перспективу 3-4-й ЦЦшки. Так, вон приезжает тоже. Там я начинаю говорить. Сейчас я вам помогу. Помогает. Так, готов первый колосс. Ну что? Колосс этот из делюксовой версии. Дайши. Ой, у Лилову, простите. 2-2 почти готов. Здесь Армори сейчас тоже 2-2 скоро будет делать. Дальше. Или у него 1... А нет, 2 инженерки. 2-2 все-таки будет делать, да. Здесь постоянные ревелэйшны кидаются. Оракул на каких-то чудесах постоянно умудряется улетать. Реально. И так, лимиты равные. Дальше куда-то либо вперед пошел. 3-3 пока не заказал. Видит медивак. Нужно подблинкнуться. Медивак минус. Бедные моряки. Их там просто разорвало. 3-3 заказывает. Шторм пошел. Здесь атака на либераторов. Но зато понимает Дальше, что здесь стиль через колоссов. Теперь вот что. Важно. Так, здесь Марик рядом ходит. Не подрезал Лилу у Марика. А можно было бы подрезать. У Лилу квота есть. И Дальше уже квоту 100% получил, потому что он дальше всех, кому нужна была, прошел. Они тиммейты, я думаю, что поддаваться друг другу они не будут для тиммейтов, когда ничего никому не нужно. Если бы Дальше нужна была бы квота, то Лилу, конечно же, бы поддался ему как тиммейт. Это очевидно абсолютно. Но это невозможно доказать никогда. И, конечно же, так делают. И это логично, что так должно быть. Ну, я думаю, в данном случае как раз никто не будет ничего такого делать, так как никаких квот никому не нужно. Просто борьба идет за ВСС-поинты и за деньги. Кто круче Хэппи Рималин Роуд? Лорд мы выясним завтра. Я надеюсь, у Хэппи сейчас с ТВТ сейчас все в порядке. Дальше ЦЦ-шек добавим. Мне очень понравилось сегодня Хэппи. Он исправил многие свои старенькие ошибки. Например, добавляется ЦЦ-шек достаточно сейчас, орбиталок. То есть добывает мулами не КСН. Вот еще научиться вовремя их отдавать, чтобы боевого было больше лимита. Так, прилетает Оракул, минус-минус Адепт. Сканит Дайши, видит, что Лилу здесь ходит. Кстати, Дайши лимита больше сейчас отгоняет он Лилу. Так, минус Парафет Бэйчел здесь немножечко. Гасту Лилу. Дальше идет вперед, посмотрите. Вообще в хлам сейчас Лилу стирает. Дайши Лилу стирает. Почему? Потому что колоссов всего два. Каких-то Темпестов начал строить. А нет, посмотрите. Пришли Адепты с прироста. Все-таки немножко отогнал Кроц. Где прирост у тирана, прирост дома только за счет прироста здесь Лилу смог отогнать. Но просто мало очень колоссов. Уже начал свичь Темпестов и начал драться 180 там с чем-то на 200 в пользу тирана. Конечно же, в итоге чуть не развалился. Но еще и грейды подрешали. Потому что 3-3 все-таки в 2-2. Да, грейды я не учел сейчас. Вот почему я сказал. Если бы у тирана было 3... Ой, как! Это минка просто. И памятник надо поставить. Даже если Дайши не выиграет. Потому что 3 пси-штромовика за залп она убивает. Вот. Колоссов-полдоримский скин. Скин. Как скин. Прикольный. Мне вообще пофиг на скины. Как бы мне игра важна. Я чуть не дота, где сапоги покупаются всякие. Но если такая система была бы, было бы проще турниры делать. Например, тоже, кстати, момент такой. В Старкрафте. Из-за таких не делают штук. Пока. Так, по шторму гуляю дальше. Идет вперед. Неплохо было призму минуснуть. Тут ЕМП вообще чуть не прошло. Так. Викинги дерутся сейчас. Ну вот сейчас ошибка Дайши какая была. Нужно было либераторов не воздух атаковать ими. А либераторами атаковать землю. Потому что викингов абсолютно достаточно, чтобы этих темпистов сбрить. Минки сейчас закэдэшатся и сделают дичайший залп. Просто если Дайши отсюда не уйдет. А он не уходит. Залп пошел. Четыре минки. Посмотрите. Бабанчик. Как мины вообще убивают. Сейчас жестко. Сейчас еще по темписту будет выстрел. Ну тут темписта полей достаточно абсолютно. Так. Минка Вархона сдала залп. Но он выжил. Значит отрегенится. Если Дайши его не убьет до этого момента. 133-112. Вот. Смотрю на эти игры. Хэппи реально как-то получше вот играет. Чем Дайши. Ну например с простами. Как-то поактивнее. Я не знаю. Да все матчапы. То есть как-то у него экшена побольше. Дайши как-то пассивно так отыгрывает пока. Но все равно игра уровня неплохого на самом деле идет. Так. Три зелка от Лилгу. Лилгу сделал 3-3. А поля не делает. Тоже ошибка на самом деле. Плюс турецки пошли. Молодец. Дайши турецки сразу заказывает. Есть фьюжн корр. Можно заказать. Можно заказать рейндж либератором. Или он уже сделал. А он уже давно сделал. Прошу прощения. Сколько гейтоп у Лилгу кстати. Интересно. 12. На такое количество бас. Хотя ли запаса нету. Достаточно абсолютно гейтоп. Пятая добывается. Здесь минка есть. Минус пробка. Два марика идут. Ну, Лилгу понял, что здесь минка надо выбивать. Темпестов делает. Я очень не люблю таких игроков. Который сделал быстрые 3-3 и все. А что у грейдов других нет? Продолжай делать это. Макро продолжается. Поля где? Где атака на Темпестов? Они нулевые вообще летают. У Дайши сейчас вторая атака на воздух уже будет готова. Конечно, он будет разваливать. Так, колосик один есть в Миксе. Призма с Зилками летает. Лучше призма Пшеснуков сажать, чтобы не зафитбэчили. Так, здесь два марика Сталкера развалили. Один погиб. Братишка. Хорошие, кстати, ядерки. Посмотрите, сколько пилонов погибнет. Продакшн тут нюкает у нас. Очень неплохо Дайши. Так. ЕМП пошло. Но ЕМП нюще-то попадает. Ядерка упала. Можно еще одну сразу кинуть. Отгоняет Дайши Лилу сейчас. Ну, Шторм пошел еще один. Бил его много. Но под Штормом как стоит. Прям идеально, я бы сказал, просто. Стоит под Штормом. Вот. Идеально отдается. Тиран, простите. Так, здесь Гост по зилкам стебает. Очень неслабо. Нужно бы нюкануть еще. А, или нету ядерки больше. Да, ядерка одна, насколько я понимаю, была. Здесь пятая база Дайши. Можно... Дайши как-то в лоб дерется. Я не знаю. Не успевает. Он все за АИМПшить не успевает. Разваливается в лоб. Так, я как-то покруче в лоб дерется. Гоняю от Лилу. Дальше 165-140 по лимиту. Госты новые выходят. Но лимит и меч Гайсты прям под армию попадают. Что сейчас вообще кон... Ой-ой-ой. Зато Гост. Посмотрите, что он... Он нюканул базу со всеми рабочими. Сейчас Лилу... Ну, Лилу уж тормит. Просто все в хлам сейчас. Планетарка только спасает. Сейчас Дайши. Нужно вычинить бы эту планетарку. Сейчас отошел. Сейчас здесь нечем вылечить. Медивак недостаточно. ЕМП по четырьмя векам пошло. Так, Викинги Темпестов приздует. По Архонам ЕМП пошло хорошее. Викинги что-то кончаются. Помаленько. Куда там колоссов укусит под Архоном и бежит? Дайши, что ты делаешь вообще? Сливает Лилу у Дайши сейчас. Очень жестко. Туреточка падает. Не, это ГГ, скорее всего. Я не знаю, какая это игра. Скорее всего, первая. Еще гайды дальше. Болил бы, уделал бы. Ну, по потерям. По потерям. Просто жестко. Ну, хотя нет, 28 на 35 это не так уж прям жестко. Но в конце, что ли, его вообще дрался гораздо эффективнее, чем Дайши. И поэтому, собственно, он и выиграл. Жду врыва в следующую игру. Так. Продолжение следует... 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 Так, ну дальше что-то тут в центре Сейчас как-то нелепо Отдает 6 мариков на Ксилнаги Пришли адепты, прилетел Оракул Все просто развалено было в хлам Так, Оракул дэмэж, кстати, не вырубал Все это время Продолжает атаковать Все, наконец кончилась энергия И Оракул не может атаковать Ни то немножечко Ливу тут бьет Ни тех юнитов Марик идет, сам хочет отвалиться Дальше не контролит Надо было забрать этого Марика, я думаю Так Ну что, очень печально дела у Дайши Ну правда, минки прилетели сейчас Мейн минка заблочила, но здесь Два Марика не убьет Кого одного квота есть? Я не говорил, я сказал Квота есть у двух сейчас Но у Дайши не было до этого турнира Уже у него до этого матча уже квота появилась Во-первых, во-вторых, во-вторых, не понимаю твоей логики Если бы даже у него не было квота Почему он обязательно должен выиграть? Не факт, что он выиграет В любом случае Старгейт, кстати, на Мэйне Еще второй Это в итоге у нас Темпесты будут, насколько я понимаю Либератор прилетает Нужно уводить все нафиг Отсюда Феникса нужно оставить на Либератора Так, два Марика еще пытаются напрягать И минус Два Марика Нужно заказывать Темпестов Сейчас Так Улетает Сейчас Минка и куда не туда Минка в газ Ничего не убила А если бы Дайши сконтролил Сейчас так в стэк можно захнуть бы было Ой-ой-ой Ну, нужно контролить, конечно Минус Минка Биды добавляются Сейчас Темпесты начнут шатать То есть сейчас просто прилетаем Одним, потом двумя Потом тремя И без викингов это не отбить просто На этой карте Халявный билд Лилбух демонстрирует Кстати, интересно Интересно Надо чаще пользоваться Вот процессом Реально на этой карте Тирана в темпе Стременно очень жестко Можно напрягать Если Тиран не ждет То можно реально выиграть На таких моментах Но Но Если Тиран увидит Конечно А вот Все, Дайши Смотрите Красавчик Дайши Два Викинга заказаны Еще один Старпорт То есть сейчас Если Лилбу будет тупить Может на викингов Дальше отбиться Но если он с армией Будет Темпестами Прессовать Как вариант Тоже будет неплохо Так, пришли Темпесты Сталкеры, Сентря Адепты Все идет вперед Дайши вот Настолько Дайши раньше Почему он меня в игру Не хотел пускать Пригорало Чтобы Стану его на ладере Раньше Еще Входьте там А может и воля Даже Три балла Тоже он Настроит Сцэшек 500 штук Ни бункера Ни хрена Ну что это такое Хоть один-то бункер Для приличия Здесь И то уже проще Подбиваться было Но бункера не было Так Циклон живет Как-то долго Я хочу вам сказать Циклон минусует Сейчас в итоге Заходит Дайши Простите Заходит Лилу Хоть минка Сделала залп Но минус Рубой 67 Минус 7 Тридцатка Разница по лимиту Викинги пытаются Темпестов минуснуть Но новые прилетели Красного вообще Не атакуют Дайши сейчас Ох Как темпесты Выдают Хороших таких Стучек Какие Улочные игрушки Так Заходит Ой как Сейчас минус Без антрибует И адепт Какие-то удачи Сверх Минки Просто эффективные Лилу Просто сливает На них Но выиграть Не может Реально Лилу Разваливает Темпесты Падают Понемножечку Но лимитов Два раза Больше Не знаю Последняя Играет Не последняя Но если Я с первой Начинал смотреть То еще Одна Как минимум Будет Страничка Оттает Ладер Весь день Просто Молодец На больше Играть Результат Будет Обязательно Результат 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 Продолжение следует... 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 да вообще нормально пилцы рабочих отображаются на специальных версиях вцс карт, создают не специальные версии вцс карт вот и все, я уже говорил сегодня об этом не знаю почему так делают игроки создают просто ну вот это отборочный, если супер официальный турнир, где кто-то создает карту, там да, конечно, все будет работать так, перебор на второй базе рабочих улел нужно увести часть отсюда одна пробка лишняя сейчас улел его решил оставить здесь добыча начинается так, оракул науку-то подрезал да, он в центре так, здесь два аж целых циклона могли захватить, но не захватили кинут ревелэйшн дженер матчапно или более интересно мне все матчапы интересны мне интересно смотреть турниры стримить их интересно вам рассказывать что-то ну и болеть за наших надеюсь, наши будут тащить ну, какой интерес на самом деле и зеркалки тоже интересные более интересные всегда не зеркалки потому что разные бьются раз в юниты это прикольно во-первых ну, во-вторых я проц играю сам в основном хотя и рандом иногда поэтому мне ну, конечно, просто смотреть иногда более интересно но не всегда не всегда так, баржа олил пошла почти готов блинги и ток добавляет хорошее такое количество восемь штук будет здесь получается про 63-51 по рабам так ну, вот скан не кидает дальше не знаю вот почему неужели арахул не разберет раз на раз ладер нужен только для задрачивания билдов ты вообще в StarCraft играешь мне нравится люди всегда пишут тут как бы какое-то мнение странное таких билдов ладер наоборот нужен для того чтобы механику поднять и для того чтобы ну нечто среднее выработать против всех потому что там везде разные игроки и разные стили хотя когда ты уже там в самом верху ГМЛ тебе меньше как бы разброс уже игроков попадается но в любом случае в отличие от кастомов где как раз таки кастомки играют для задрачивания конкретных билдов чтобы отработать все варианты против чего билд работает против чего не работает там как бы чтоб так играл сам компонент и по другому а не лагер ну что левого прессует сейчас хорошо оракулом тут прям в бою ставить свою ловушку ставить сейчас дальше на нее попадет между прочим если так вперед пойдет так идет вперед дальше хорошо сработало пол юнитов заблочено дальше вот как можно не увидеть такую хрень ну прям при тебе же ставили можно зайти сюда пытаться третью понапрягать у левого нету до варпа что ли здесь 2к минералов ты че левого творишь то где чаш где делки вообще а кликом просто убивать и все здесь минку убивает просто ну тоже левого что-то вообще да ну что это за гад такая 2000 минералов накопилось адепты пошли так еще гейток добавлять фаржа фаржи зачем-то спереди ставят какой-нибудь врыв будет отсюда сразу минус фаржи нужно где-то ныкать их хотя дропы везде могут убить так робо бэйжи устроился или отменил левого наверное отменил получается так цены какой-то бой идет дальше прогонять левого больше боевого лимита 1-1 грэдли на 0-1 отступает левого сейчас дальше зайди сюда минус адепты приходят танк минусует хорошо левого адепты прямо врываются в био дальше начинает разваливать сейчас очень жестко минки копаются так минку поднять не успел левого хорошо отблинкнулся от минок просто красавчик вот в плане контроля сейчас контролил вообще замечательно нужно сталкерами подблинкиваться ближе мародеров поднимает 119 на 138 вот дальше как-то слабоватый контроль сейчас демонстрируют реально левого разбирают в хламищу просто именно вот в некоторых моментах 138 118 20 лимитов плюс это как раз боевой лимит призмы как не было и нет но заходит да сейчас левого с адептами опять же нужен товар под а ну садилков просто не строят адептов строят у нас дайши левого простите левого заходит сейчас минка делает залк решил адептами не телепортироваться почему-то левого не знаю почему здесь две минки закопано тут сейчас и эти минки наверное дэмэдж нормально нанесут адептам да вот они становятся раз два хорош 156 154 странно что левого не добивает дальше минус мазеркор сейчас был насколько я вижу да мазеркор а нет взвесел тут что-то у левого мазеркор непонятно так минус минки но сталкер минус 0 зато так колосс заходит не решил сюда блин подцарил был если блин колосса получил емп и просто толкировка корешки на стиме расщелкали бы так 3-2 агрейды делаются новые сталкеры новые адепты чарж заказ да ну пора чарж зелков добавить архива темплар потому что гасты только появились а архоны могли бы уже давным-давно решать агрессивный блин какие минки царские у дайши цуми но лимита дайши больше кстати становится лимита разберет ли гасты кстати как гасты хорошо адептов валят но давар плюс медленно приходит прирост у лилу плюс он пытается вкуснуть колосс очень криво как-то это делает теряет на этом многом все равно юнитов больше чем у лилу 87123 дайши то все-таки убивает лилу ребятки и счет станет сейчас 1-2 неужели камбэк как ужасно лилу сейчас подрался что-то на самом деле колосс высовывается сейчас еще раз колосс минус все минус в итоге мп пошло гасты с руки то бьют очень жестко по адептам так снайпер шот был в адептах эгэшечка билды можно теоретически на ладере завтра но чтобы понять как билды работают нужно кастом играть чтобы оппонент реально делал все так и по ладере все могут играть более менее стандартно да как бы с кем-то работа как кто-то а тебя чизанет чтобы готовиться к конкретным играм на конкретном турнире под конкретного оппонента всегда играют с кастом потому что на ладере ну как бы могут так не играть в принципе как кто-то Ken he он 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 Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Ну что ходит Лилу, ни чаржа Ни адептам атаки не делается Насколько я вижу Хорош медивак Лилу Сейчас сбивает, просто куда-то дальше Непонятно полетел Врыв на мейн сейчас будет с сталкером Или нет Отвлек сейчас Лилу у Дайши Заходит в третьей базе опять Отблинкивается от танков Залп танки неплохой сделали Но нужно идти вперед 126-145 Дайши собирается двух баз проулынить Насколько я понимаю Вот адептам наконец-то грейд пошел Так, пять мародеров пошли тут минусовать Не ты Лилу Адепты рядом Пилон минус раз, два и три Пилон минус Нужно от адептов только отойти Мародерами сейчас Дайши что он и делает Одного еще забыл Три убежали Из пяти все в порядке Три пилона выбил Соплай блок у Лилу Пока кстати против соплай блока Не заказывает ни новых пилонов Очень странно Шесть пилонов от Лилу Понимаешь соплай блок Ему 2к на 1200 скопилось по ресурсам Танки почему-то не берет Дайши вперед Кстати дайши со своего золотом Уж золото Лилу сейчас легко флицовать Но вот сюда танки перевести На хайграунд Вообще все нормально будет Так, адепты что врываться собираются Нет, не собираются врываться Вижу Даркшайн Стрима на ютуб Ну, два рестрима Тут технически можно запилить у нас 141, 160 Сталкера, адепты у Лилу Рестрим есть на Виде ТВ На ТВИЧ Ну да, с перемоткой конечно получше Но записи будут Дальше-то нигде уже перемотки нету Атакуют минки Опять же очень хорошо Лилу врывается на Дайши Сейчас перекрывает пути отступления Минус все в итоге Дайши пытается улететь Но улететь еще тяжело Именно сталкера адептами Дерется Лилу Кстати, очень хорошо И даже несмотря на то, что 1-1 Тиран не может выиграть Потому что у него Просто меньше лимита Боевого в общем проблема СС-шка падает Это 3-1 в пользу Лилу Пришли дарки здесь, которых И сканить-то нечем Зайдут они и будут резаться Еще очень жестко Они есть чем тканиться Архон не сливает Лилу Молодец Очень грамотный контроль Дарки танканули И Архончик пошел Оп, такой в бою Все, я готов биться Помогает минуснуть Марик здесь что-то неправ Архон его наказывает Объясняет Золото добывается Еще один Нектус Ну все, дальше и минус Но квоту получил на Котовицу Это самое главное Для него было, я так думал Хотя это уже дальше и больше Самое главное И не самое главное Элейзер Сирал Без понятия, как его счет Ребят В общем-то Смотрите Остаются завтра У нас одновременно Начнутся Не знаю, кстати Так Лузера начнутся раньше Финал здесь будет Позже отыгран А, вот Вот этот Финал Лузеров А, нет Как он может быть Одновременно Короче, завтра Я так понимаю Все по очереди Будет играться Вот Не знаю Какой еще В другом матче Ребятки Но Будет точно Снут Против Лилбу Хэппи Мари Лорд И здесь ЗВЗ Лезер Либо Сирал Против Нерча Будет биться Время у нас Сколько 1.09 Время позднее Я буду Закругляться Ребят Я не знаю Лезер С Сиралом Играли или нет Но Кто-нибудь Другой Постримит Все нормально Будет Если будет Вообще Короче Всем спасибо За внимание Стоп старт Делаю Завтра Кстати Завтра В 14.00 Юниорский Турнир Начнется Вот Приходите Поболеть За молодых Тем Кому До 16 Лет Вот Будет Интересно Будем Смотреть Четель Финала Полуфинал Финал У нас Будет Таким Образом Проходить Вот Такие Вот Дела И 19.00 Восс Конечно Запись Будет Выложена Всем пока